Думаю, оцените Да, нам вот Думают, что мы оценим Я считаю, это достойно того, чтобы Даже не представляясь, начать это обсуждать Это гениально Это лучшее, что вообще в интернете можно встретить По сей день, как по сей дому Сайт, который вам предлагает настроить Мурлыканье Пёрли Чтобы вы сидели И просто кайфовали от котиков Слышишь ли ты, Никита, сейчас? Кайфуешь ли ты сейчас прямо от котиков из моего ноутбука? Да, мне хочется даже что-нибудь погладить Блин, а, не надо этого Мяуи я сделаю Здесь есть несколько вариантов Блин, самолет за окном Мне кажется, сейчас заглушит все мурлыканье Которые вообще могли бы записаться Но мы пытаемся записывать Компьютер аудио отдельно Блин, нихрена, он громко мяукает Мне кажется, сейчас все обосрались Но я сделаю звукокоррекцию так, чтобы все Хотя бы описались Вот этот сайт, я так понимаю, сделал чувак Который стрессовал сильно Видимо, да И он там что-то очень сильно болькал И такой думает Блин, сделаю я себе какой-нибудь сайт детский Чтобы можно было просто сидеть под мурлыканье Знаешь, как раньше были сайты Сидеть под звуки кофейни? Ну было бы Мы недавно, раньше Это было там год назад, может полгода Ну нет, больше чем Многие не знают, потому что это, по-моему, было только А может быть и в подкасте В подкасте тоже было В паблике я это точно выкладывал Да Может быть на сайте еще не было На нашем великом гениальном Отражено Но в паблике точно было Как бы сидеть под звуки кофейни Оно круто, потому что Ты полностью отключаешься от всего Как будто ты сидишь в каком-то общем шуме Я могу просто вот за себя сказать Вот я не знаю Ну как бы я догадываюсь, как это устроено в голове Но вот меня обычно слуховой мой, так сказать, моё поле Оно иногда отвлекает То есть ты сидишь и что-то начинаешь думать там А вот это что? А это, а то, а сё И оно мешает твоему зрительному и мыслительному, так сказать Потому что Вот как сейчас примерно Оно мне мешает, да святос, моему зрительному и мыслительному А когда у тебя вот такая вот весна из котиков происходит Вот, а когда ты в кофейне сидишь У тебя просто полностью блокируется твой слуховой этот Он как бы фоново то воспринимает Позволяет тебе просто думать То есть вот я, например, раньше, когда в институте ещё учился Я на парах иногда слушал музыку Но не для того, чтобы вслушиваться в музыку А для того, чтобы всех соседей по парте Дистанцировать от себя И слушать только преподавателя И кроме шуток, мне это помогало более лучше писать контекст Конспект И более лучше одеваться Понимаешь, единственное, что будет тебя отвлекать от работы в кофейне Как фрилансера, например Ну-ка Я вообще не понимаю, как фрилансеры работают в кофейнях Ведь там работают девушки, которые разносят кофе Фрилансеры, они чуть более чем полностью все фрикидны Крутят спиннеры И вообще им не до этого Их не интересуют передники и задники, так скажем? Вообще, да Задники особенно Их интересуют, но не те Их другие задники интересуют Ага, тогда, ну котики, тогда им подойдут Я думаю, вот этот сайт именно для них Думаю оценить Здесь, во-первых, здесь написано даже, а ваш котик реагирует на Pearly? Если да, свои картинки, фотки и видео присылайте нам на pixsobacopearly.com. Так, чуваки, нам не надо свои картинки котиков отсылать на... Просто pearly.com, я только сейчас понял, что сайт-то тоже для этих, для тех, кто задники любит. Хорошо, я понял. Здесь очень много описаний, как бы если спуститься вниз немножечко. И я считаю, мы прям должны это как Линч небольшой сейчас устроить. Как Дэвид Линч? Да, мать их хрена, весь контент по ширине. Вот все, ну как бы контролы, вот это все по центру, круто, я прям читаю, мне здорово. И потом дальше вот эти широкие introduction, background, in the press. Согласен. Почему, мать вашу, их не ограничить контейнером? Просто я сейчас уменьшаю масштаб, как будто бы я на Full HD, и они один хрен в крае. Почему не сделать, ну как там сказать, уже не знать как, MaxWid 1100px. Может быть они надеялись, что все этот сайт будут запускать с телефонов? Блин, телефон рядом включат, они будут поглаживать, возможно, телефон. Конечно, конечно. За ушком у него чесать. Зачем вот это странное мерцание сделано? Мне нравится. Ты как бы, оно пульсирует так же, как твой котик. Хорошо. Ну, собственно, я даже не знаю, что еще здесь можно добавить. Ты будешь таким пользоваться дерьмом? Да кого там, знаешь. Меня на работе, к сожалению, есть чему отвлечь. В уши. Ну-ка. Постоянные звонки и пользователи. По техподдержке. Постоянные приходы этих пользователей. Или просто приходы у тебя случаются? Мои приходы постоянные. Они не только аудио, они и визуальный ряд у меня дополняют, и мне нормальные вообще. Для меня, к сожалению, безнадобность. Я один какой-то сраный ролик про Сережу Мезенцева сегодня, 40-минутный, весь день посмотрел. И только в конце его досмотрел, просто когда уже реально никого не осталось в комнате. О-о-о-о. Мы с тобой договорились долго не обсуждать этот дерьмо. Давай пойдем к главным темам. Меня просто забрало этот перликом. Подожди, мы линч. Я не придумал тогда, что можно линч устроить. Линч. Здесь лапки, как метка для улок и лишек, только вот для лишек. Вот это классно, вот это классно. И это, чтобы вы понимали, просто бэкграунд имидж для каждой лишки. То есть есть, конечно, такое свойство, как листстайл имидж, но его никак нельзя спозиционировать нормально. Оно просто в верхнем левом углу будет, и все. И туда надо заведомо, так сказать, картинку, ну, подготовленную ставить. А вот просто как бэкграунд имидж у каждой лишки, вот это нормально. Суть в том, что сам автор сайта, он какой-то доктор. Я вот сейчас проскроллил, и он доктор Ир Стефан Пиджон. Пиджот. Он просто что-то, по-моему, это. Он реально голубич какой-то. Пиджин, да. Офигеть, вообще. И у него есть Стефан Фиджин. Возможно, он еще и Стефан, во-первых, потому что ударение на Е. И, может быть, это даже и Дама. И тогда это бы вообще все объяснило. Ну, Контакт. Потому что если Пёрли, то хотя бы Дама. Да, да. Возборн... Не-е-е-е, там мужик седой. Ему уже лет сто, нахрен. Но PHD получил в 99-м еще. Мы не родились тогда. Мы еще тогда спиннеры не крутили, когда он уже PHD получил. Вот. Я как бы думаю, что... Кстати, написано еще, что generated for personal use only. Если мы будем продавать Пёрли... Купите у нас Пёрли, пацаны. Нас переть будут после этого. Поэтому не стоит. Я считаю, что... Мы может оценить. Вот мы может оценили. 22 тысячи лайков на Facebook по этой странице. Спасибо за предложенную новость. Она у нас стала главной. Первой, точнее, не главной, а первой. О главной новости мы сейчас поговорим, о главных новостях. Давай, давай их озвучим. Для тех, кто все еще не отвалился. Для двух этих человек. Нерон Ансомниус, привет. И Фронтендер, здорово. Да. Браузерные войны. Не все в JavaScript, это объект. Пять вех в истории CSS. Погнали. А теперь погнали. Вот типа по-настоящему погнали. Настоящий... Да, по-настоящему погнали. Это нормально. 132-й выпуск подкаста «Суровый веб» у проекта UwebDesign. На борту у нас сегодня 4 июля 2017 года. Время 11 вечера по Челябинску. Мы как-то рано даже сегодня. За бортом жара, я сижу в шоке. За бортом до святости жара. Я вообще сижу без футболки. Никому не нужно было об этом знать. А я сижу без футболки. И мы, кстати, сейчас будем говорить ту самую служебную информацию сейчас. Да, да, это время и место для служебной информации, потому что я уже открыл потрясающий ресурс uwebdesign.ru. Что-то у меня прорывается. На нашем ресурсе uwebdesign.ru, как можно догадаться, это наш ресурс. На нем можно регистрироваться и оставлять свои интересные темы, как, например, первая про perly.com. Представляешь, я бы сейчас котиков на весь подкаст оставил. Я не уверен, что это была бы хорошая идея. Ну, я убрал, да. Ну, просто интересно вообще. Поставьте лайк, если вы бы дослушали до конца, единственный в этот раз. Так вот, на uwebdesign.ru справа можно оставлять свои темы в специальной теме для тем. Нихрена. И абсолютно как бы не скупиться на интересные темы. То есть, если у вас есть, не жадничайте, просто поделитесь с нами, и мы, может быть, ее рассмотрим в следующем подкасте. Кстати говоря, у нас на сайте uwebdesign.ru можно нас поддержать, если вы вдруг интересуетесь нашими подкастами, хотите, чтобы они дальше так же монотонно, уныло и часто выходили каждую неделю. Обязательно поддержите нас на uwebdesign.ru слэш донейт. Кстати, из разряда новостей про поддержку, весь план наших поддержек на Patreon уже у меня в блокноте. Все движется. План есть у тебя? План есть. Я думаю, еще через неделю Саня нам нарисует картинку, минимум через неделю, максимум через год, и можно будет запускаться. Классно. Запукаться. Через год запустимся. У нас также есть в Телеграме канал и группа. Канал, чтобы попасть на канал, вам нужно написать в личку в описании, он даст вам ссылку. Не на канал, а в группу. Чтобы попасть на канал, просто t.me slash uwebdesign, и вы уже там. Самый трендовый канал в Телеграме на данный момент. Да. Но тренд номер один в Телеграме. Согласен. В том числе есть стикеры у нас. Они находятся в vk.com slash uwebdesign, то есть в нашем паблике. Вы наверняка его уже знаете, слышали. Может быть, вы попали из этого паблика в подкаст. Вот. В нем есть два стикера. Их тоже можете заказывать. Мы обязательно вышлем. Еще. Да, между прочим, все еще заказывают, все еще высылаем. Я до сих пор... Вот этот ажиотаж, вот эта вот волна, которую нельзя остановить. Как на Christmas. Я надеюсь, да, она не закончится. Нам придется новые стикеры заказать. А тогда все будет уже совсем по-другому. Да такие стикеры, мы придумали новые стикеры просто. Как я вам нагло лгу сейчас. Они будут просто умопомрачительны. Ума Турман. Ладно, в общем, от обычной информации переходим к интересной информации, к дизайну. Дизайн, кстати говоря, состоит у нас сегодня из двух тем, так что будет интересно не просто вот одну хреновину посмотреть, а какие-то две хреновины будет. Две же всегда хреновины лучше, чем одна. Нельзя поспорить вообще. Давай. Первая хреновина моя. Ой. А точнее, хреновина это фронтендер. 26.06.2017 он нам посмел предложить такую новость. Шрифт от Google с параметрической технологией. И солка. Ссылка на Spectral. Да, первая Spectral это обзор. Обе открывать. Пока открой новость, где New Responsive Google Font can shapeshift match any design. Так вот, он ввел меня в заблуждение. Фронтендер. Ай-яй-яй. Ты написал, что это шрифт от Google. Я подумал, что его именно Google сделал. И только из-за этого включил это в тему. В темы. А на самом деле это просто в Google Fonts добавили, да? А на самом деле, да, это добавили в Google Fonts. Но поскольку я уже ознакомился с темой, ей пришлось остаться. И она еще и вторая. Так он знал, он знал. Он какие-то уже невероятные ходы продумывает. У него, ну, нельзя так делать. Это недопустимые уловки в подкастах. На The Next Web есть вот эта заметка. Шрифт называется Spectral. И компания, которая его сделала, это Prototypo. И она сделала шрифт, который, цитирую, подстраивается под любой дизайн. Окей. Чем же он подстраивается? Чем? Если жизнь повернулась к вам не лицом, а жопой, не расстраивайся, а подстраивайся. Это слоган Prototypo? Это пёрли, это слоган. Так вот, конкретно здесь мы можем полностью кастомизировать шрифт по всем вот этим вашим любимым типографическим терминам. Типа X-высота, расстояние между буковками, расстояние нижних засечечек верхних, вот этих вот выдающихся частей, вот этих вот хвостиков, хохолков. Я не знаю, как это все по-русски называется, извините меня. Хохлов. Опа. Так. С ними не надо шутить. В общем, все эти штуки можно изменять. И вот здесь есть видосик на The Next Web, но зачем нам видосик, когда у нас есть ссылочка? Ссылочка, сама ссылочка на spectral.prototype.io. Ё-моё, тут что-то творится. Она работает и в Safari у меня, но когда я жму дальше посмотреть в Spectral или как там Tri-Spectral им прототайпу, в их... Как не трогается, компания называется прототайп, и у них есть app, их собственное приложение. Вот она работает уже только в Chrome, Firefox и в Opera. Поэтому я... Ну, а вот лендинг у них говорит такое, что Spectral, это первый Google шрифт, который параметрическим является, который... Вот эту вот технологию, которую Крис Койер нам, ну, как бы не так недавно... Ну, в общем, было про нее на CSS Strix, про эти variable fonts, про то, что будущее веба — это шрифты, которые мы можем в CSS прям задавать. А вот здесь делают такую-то ширину, тут такую-то толщину и так далее. И чтобы не загружать вот эти там 10 разных шрифтов, а один загрузить, его параметрами изменить. В заголовке ты будешь, короче, жирный и широкий, а вот здесь ты будешь моноширинный там, ну и так далее. Так я тебе скажу, это очень трендовый шрифт получается. Еще бы русский добавили. Слушай, я вот не готов тебе ответить, может быть, он и есть здесь. А у меня знаешь какой вопрос сразу такой дилетантский? Какого хрена они делают вот эту вот ссылку на свой, так скажем, prototype.io, вот куда-то там посмотреть, если это все в гугл-шрифтах по сути есть? В гугл-шрифтах пресет. Ага. Но конкретно полностью, так сказать, поиграться с ним ты можешь только у них в приложении и, видимо, выгрузить сурсы. Сейчас мы с тобой это и посмотрим. В общем, вот, ну, здесь нам показывают, что высоту засечек можно регулировать, жирноту. Есть альтернативные засечки у цифр, как мы это любим, которые такие, знаешь, средневековые практически, где у девяточки у нее кругляшок лежит, так сказать, на строке, а низ, он уходит, и он, ну, как бы, да и все. Я тебя понял. Он вниз висит, как у игрека хвостик. Вниз висит. Ну-ну-ну. Твой-то хвостик у игрека висит? Нет? Ладно. Контраст можно менять. Вот это вот расстояние между... Не могу уже говорить про эти расстояния между... Ну, я, смотри, я считаю, что все-таки будущее за такими шрифтами. Да стопудово будущее за такими шрифтами, но, видимо, не за такими браузерами, потому что, когда я жму на Create Now, ну, перехожу в App, он мне здесь пишет. Hello, Prototype, if you want to use... Использую Chrome, Firefox или Opera. Причем Chrome, естественно, recommended. Ну, в Chrome открывается легко и нужно зарегистрироваться, кстати. Да, а я уже зарегистрировался и я уже даже поигрался. Что мы здесь видим? Я уже развернул для наших подписчиков, уважаемые. Здесь есть слева слайдеры, которые позволяют нам менять х-высоту, высоту заглавной буквы. Ascender — это то, что вверх вздымается. Хохолок. Ascender — это то, что вниз висит. Crossbar. Я уже даже не помню, что такое crossbar. А, это перемычечка. Ну, например, у буквы А, которая вот эта вот поперечная, вот это crossbar. Перекладинка. Да, width — это сама ширина каждой буковки. Буковка. Slend. Slend — это что? А, это наклон. Можно наклонять буковки, чтобы они были псевдокурсивные. И overshoot. Overshoot — это чуть-чуть выступание за высоту. Бред какой-то. Это нам демонстрирует, я так понимаю, то, что мы можем сделать при помощи CSS. Правильно? Нет, я хочу просто докопаться до истины, как это будет в итоге. Я TTF-ку скачаю какую-то? Я так вижу, что да. И потом я ее подключу. И все, на данном моменте так. А управлять CSS-кой когда? Никогда. Ты как-то слишком много вопросов задал, неудобных мне, что я пытаюсь all glyphs, group of glyphs, этот какие-то... Возможно, ответ кроется в фулл-вершине за один доллар. Причем, судя по тому, что... Я думал, это бесплатный Google Shift. Вот, и что, в Google Shift повторюсь пресет. Так вот, один доллар. Значок доллара не впереди цифры стоит, а после нее. Что говорит нам о том, что это, скорее всего, сделали какие-то выходцы из СНГ. Странно. СНГ. Да. На самом деле, ну, ладно, мы не будем делать этого в прямом эфире. У нас, кстати, прямой эфир. Я хотел бы смотреть домен, на ком зарегистрирован, но уже как-то это долго. Я пытаюсь сейчас найти, где есть какие-то упоминания про то, как это будет в конечном счете. Так, здесь можно виды смотреть. Это три этих... Вот это что у нас? Кнопочка conversation можно какие-то устраивать. Switch to white and black. Ладно, это мне не надо. Это настраивать каждую edit. Ну-ка, файл. Export source file. Вот смотри. Ну-ка. Можно посмотреть шрифт вот такой, как в прототайпу. Окей, я жму. Subscribe to full version, говорит чувак. One dollar, please. The feature is available to professional subscription. Ах ты, блин, у них еще это все professional. Ну, в общем, кто нам там? Frontender ты предложил? Вот с тебя рассказ о том, что за хреновина вообще. То есть, то, что Крис Койер говорил, там можно будет с помощью CSS управлять и, как всегда, пока нигде не работает. Я даже наглость совершу и загуглю прямо при вас это. CSS tracks variable funds. Unit 1 lesson 2. Боюсь, что... And your responsive fund format for the web. Это было еще в пятнадцатом, мать твою, году. В пятнадцатом fucking году. Ё-ма-я-я. Я уже даже забыл, когда, что это так давно. Hello, hey everybody. 10 years. CSS tricks, он меня приветствует. Я даже не знал. CSS tricks 10 лет. Именно четвертого июля 2007-го, верните, мой, мать его, 2007-й. Офигеть. Четвертое июля, в день независимости USA. Как и сегодня. Да, как и сегодня. То есть, ровно 10 лет назад к CSS tricks. А как так получилось? Мы же что, подгадали с тобой? Слушай, давай мы не будем наших карт раскрывать с тобой. Таро. Да, того, что никогда мы ничего не подгадываем, все само получается просто. Вот так звезды сошли, чтобы мы именно сегодня этот подкаст записывали. Он сразу байт еще с нам предлагает. Вот шельмец, а. Согласен. Так вот, variable font format. Твою мать, я готов поспорить, это было месяца два назад, 2015 год. Как так-то, а? Время летит по мужикам. Просто досвидос. И тут даже уже не сказано о том, что это будет свойство конкретное. Почему, говорит? Ну, он просто фантазирует здесь. Здесь статья фантазии. Он смотрит в будущее. Open type variation fonts. Это уже в 16-м году. Вот это уже ближе к истине. И здесь на Typekit что-то писали. Responsive font format. Так. Ну-ка. Spec is here. Да, есть какая-то спецификация, действительно. Твою мать, я опять вернулся на статью 15-го года. Сейчас, секундочку. Секундочку, коллеги. Я прям маркер... Ну, хотя, ладно, я не буду стоять здесь маркеры вырезать. У нас нормальное живое общение получилось, да? Тебя с толстым, видимо. Меня с микрофоном. Open type... Короче говоря, в новой версии Open type есть вот Open type font variations. И там как раз все вот, ну, все вот эти вещи можно типа менять в спецификации. Но, естественно, это ни хрена нигде не имплементировано. Свойства, если вас интересуют, так называется. Our axis variation. C var, CVT variation. Font var, F var. Glyph variations, G var. И так далее. То есть, пока это все вот в набросках, вот в каких-то таких... Находится. ...стандартах, да. Но когда-то нас ждет. А Prototyper, он нам предлагает его, видимо, кастомизировать. Просто экспортировать. ТТФ-ку на данный момент, и все. Ну, слушай, будущее близко, да не очень-то. Поэтому я предлагаю перейти к следующей теме. А следующая тема тоже дизайновая. Вторая, как я и пообещал. И опять от Frontender. Как из двустволки, получается. У нас как бы некий такой двустволка дизайна. Опять от Frontender. Ну, обрез такой, обрез. Обрез, согласен. Короткоствол. Вот да. Frontender, говорит, прокомментировал. Welcome, новый тренд в дизайне. Смотри, уже второй тренд от Frontender. Он скоро будет не Frontender, а Трендендер какой-нибудь. Трендсеттер. Да. Вашебне асхол. Он говорит, Poly Shapes дает ссылку и пишет очень большую хреновину. Пишет. Мнение далеко не профессионального дизайнера, к счастью. Все эти новомодные подкожные иглы, в скобочках АКХайп, уже и не раздражают вовсе. Ни на чем не основаны, ничем не аргументированы идеи. Ведь так можно на гора выдать с десяток новых. Я вот пока писал, придумал парочку. Трикверты, в скобочках, не а чё. Или же, шейфт паттернс. Не волнуйтесь, в алфавите еще 32 буквы плюс пара десятков других языков. Хватит на всех. Вдруг бомбанет, и мы станем новыми бабичами. Как нам написали недавно бибичами. Кстати, ждите еще новых интересных статей. Ждете еще новых интересных статей от Ника? Или ждите, видимо? Там этих паттернов еще вагон и маленькая тележка. А также статистические выкладки, подтвержденные временем, подкрепленные научно обоснованными данными исследования по поводу всего этого добра. Спросите вы? Короче говоря, в общем, он пишет, что F, по букве F читать, как мы в прошлом подкасте рассматривали, может быть, кто слушал, знает. В прошлый раз мы про Z говорили, но сказали, что... А, мы про F тоже говорили, но... Ну, про F мы упоминали. Мы про него неоднократно здесь везде говорили. Я считаю это уже аксиомой. Он дает ссылку на некую документацию, так скажем, в которой действительно есть про F pattern. How people read on the web. Можете посмотреть эту ссылочку. Вот. Также он дает ссылочку еще одну на Superprincipe, First Principles of Interaction Design. Там тоже можете посмотреть огромное, огромнейшее, такой гайд, как вообще делать и как жить на английском. Там все описано. Да как вообще, как шрифты применять, как нажатие. Там супер круто. Я так понимаю, нам ключевое надо Poly Shapes. Но нам Poly Shapes, конечно же, самой главной идеей всего поста было про то, что фронтендер наткнулся на некие Poly Shapes, которые находятся... Которые описаны на Design Shack. И это Кэрри Казинс, как обычно, описала свои впечатления о новом тренде, так называемом. Вообще, если уже... Ну ладно, в конце будем свое мнение говорить. Извините. Так вот, короче, Poly Shapes, чтобы вы понимали, это такой некий полигональный дизайн. То есть, если вы возьмете условно картинку, например, какой-нибудь бэкграунд или, например, какой-нибудь переход цвета градиентом и разделите его на такие полигоны, на такие треугольники, вот, то у вас получится, ну, красивый, так скажем, дизайн. Я не знаю, как это назвать, красивую текстуру красивую вы получите. Вот, она не обязательно будет в веб-дизайне. Такие текстуры можно делать, например, на металле. Такие из полигонов. Это будет тоже красиво выглядеть. Металлические такие полигоны. Да. Вот, выбивать, чеканить. Это, в принципе, ну, оно же откуда пошло? Из 3D-графики? Из того, как более гладко ты обсчитываешь какую-то модель, вот какое количество полигонов на ней используется. Потому что ты не можешь сразу круглую модель или компьютер рассказать. Круг — это что-то... Ну, шар, точнее, простите. Это что-то недосягаемое. Чтобы шар идеальный смоделировать, нужно бесконечное количество полигонов на каждом... Квадратура круга-требре. Да, именно это и обсчитывается. Вот, я думаю, даже тот самый забор, который мы с тобой рассматривали, тот самый забор с ромбиками, в какой-то части это тоже полигональный дизайн. Ну, это как... Ну, если рассматривать каждый ромбик как полигон, да? Ну, типа, типа. Так вот, этот полигональный дизайн, считает Кэрри Казинс, это охренеть какой тренд, мать его. Она говорит, новый. Новый, говорит. New. И прикладывает даже тысячу миллионов ссылочек и картиночек, и говорит, вот, зацените. А вот на таких сайтах вот так используется, вот на таких вот так. Я предлагаю не останавливаться на этом, потому что... Просто потому что мы полтора-два года назад на этом еще остановились. Да, и я думаю, что некоторые люди могут нас счесть за дураков, такие, что они рассматривают в 2К17, крутят спиннеры, естественно, слушая наш подкаст, и что они в 2К17 рассматривают полигональный дизайн, полигон шейпс. Вот. А на самом деле... У нас тот же вопрос к Кэрри Казинс. К Кэрри Казинс, ты какого мать твоих хрена? И еще и к фронтендеру. Да, вы что, не видели эту тему? Это же супер старый тренд. Я помню, мы прям Львов делали еще там. Были сервисы даже тысячу раз, куда растровую картинку загружаешь, и он тебе возвращает, ну, типа псевдовекторное. Ну, короче, дерьмо из треугольничков. Львов, а Львив. Правильно. Суть в том, что я даже тебе больше скажу. Если бы вы, допустим, следили, например, за дизайном каких-нибудь... За дизайном вывесок, например, какой-нибудь сочинской олимпиады, там очень много где полигональные. Да, мы тогда еще, опять же, это обсуждали в Сочи 2014. Конечно, конечно. Что вот, тогда это было реально более-менее трендово. Да, там пацаны успевали, и как бы на вот этом хайпе полигональных дизайнов... Поэтому как-то these days у Кэрри Казинс затянулось на три года. Задержка, ты имеешь в виду? Ого-го-го! Это по нашему предыдущему подкасту. Кстати, да. Послушайте, если хотите узнать немножко про менопаузу в дизайне. Но, но. Я могу вот вопрос такой тебе задать. Пожалуйста. А был ли после этого... А был ли мальчик? Да, что-то такое хайповое в дизайне. После вот этих полигональных рейней... Был скевоморфизм, был флетт, был новый флетт, потом были полигоны. А что вот после этого было? Наверняка вот эти вот градиентные хрени, которые у Джонни Айва используются. Ну они тоже iOS 7 впервые это было. Согласен тоже. iOS 7 было 4 года назад, то есть 2013. Тоже давно, тоже давно. Я пытаюсь вспомнить. Какие-то маленькие тренды были, но я соглашусь, что... Раньше их было много, их обсуждали. Long Shadows, я как сейчас помню. Вот эти длинные тени. А сейчас как-то все очень тихо стало. Может быть, смотри. Это же, как всегда, для нас некий интерактив с подписчиками и слушателями. Может быть, вы супертрендовый чувак и крутите спиннер. Может быть, вы нам накинете каких-нибудь супертрендов свежих. Только давайте, чтобы так не было, что когда мы откроем, у вас там полигон шейпс и, блин, я не знаю, скиломорфизм. Давайте, чтобы прям реально суперсвежак. Хотя я... Вот давай, опять же, у нас сегодня экспериментальный подкаст. Не знаю, почему, потому что я так назвал. Dribble.com я захожу сейчас. Ну давай. Захожу в Popular. Ну давай. Most view it. Most motherfucking view it. Какие-то... Ну нет, действительно, градиентные иконки. Ну, это я не сомневался, что я знаю тренды. Еще градиентный hero image большой. Hero image, так, ладно, хорошо. Тоже на дряблого зайду по баррику. Интерфейсы какие-то, формочки, какие-то просто круги. Помнишь, когда-то мы обсуждали, что круги это новая тема? Ну, где-то месяца в четыре. Кстати, круги везде добавили. Смотри, в Твиттере сейчас круги стали. Тоже. У меня до сих пор нету нового дизайна Твиттера, поэтому это сейчас троллим был. Это сольно рано было. Так. Мне кажется, в Телеграме тоже круги везде, аватарочки. Ну, там они всегда были кругами, да. Согласен. Это сейчас будут страпы круги. Мультяшная иллюстрация. Вот это вот, ну, некий такой тренд, который в дропбоксе еще пошел. Наверное, не в дропбоксе в первом. Но да, вот то, что вот это скругленно все так нарисовано. Ну вот, можешь перевеситься ко мне. Угу. Вот подобного плана. Я понял, я понял. Да, немного мультяшная такая. И да, это действительно было в дропбоксе. Вот такое сейчас. Жирные контуры вот эти вот. Да, а так вот ничего такого, что набило бы оскомину. Как-то все просто стало дизайн и дизайн. Ну, как бы до сих пор, естественно, плоскотня. До сих пор вот это вот все simple, clean. Мне кажется, мы остановились. Нам люди скажут, что надо уже VR смотреть. Не дрибл, а вирибл. Вирибл. У нас, кстати, подкаст VR выходит, как всегда. Но вообще-то да. Я не знаю, вы смотрите в шлеме или нет? Блин, короче, напишите, блеск. Вот, смотри, опять же. Fourth of July Pornhub. И тут все то же самое, скругленное, мультяшное. Я, правда, не вижу, где здесь Pornhub. А ты хотел бы? Дмитрий, ну не то чтобы. Не то чтобы очень-то. Illustration. А, ну, наверное, Pornhub выпустила какой-то ролик в честь Fourth of July. И вот это вот ролик по мотивам. Ладно, окей. Мы не будем долго останавливаться на старых трендах. Напишите, если вы знаете, суперновый, классный. Нет, я просто сейчас дальше скрою. Тут везде вот это мультяшное дерьмо. Ну, не дерьмо. Мне он не противен абсолютно. Это неплохо. Но как-то остановились в развитии. Интересно, на что все переключились? Переключились. Переключились. На наркотики тяжелые. Видимо, да. Дальше у нас светский блок новостей. Подожди, а про F и про то, что можно любое дерьмо хайпануть? Это было, это было. Я, ну, в смысле, вот это мы будем комментировать? Я бы хотел. Я действительно согласен, что любое дерьмо можно сейчас хайпануть. Даже G шейп. Поднесли, даже H шейп. Ух ты. Прям вот в форме десендера. Да нет, ну H это очень, на самом деле, классная тема. Потому что там две, как бы, вот эти вот пересекающиеся хрения. Вот G это уже странно. Как-то. То есть мы будем всерьез, да? G, я могу тебе G шейп также сказать. Вот открываем телеграмм на мобиле. Ну-ка. У тебя сверху три точки. Слева это back. Сверху это search. Справа это настройки, там, канала, группы и так далее. И внизу у тебя три штуки. Слева это все. Снизу это, нет, слева это me. Снизу чат и справа это настройки. Ну, короче, тоже. А все они пересекаются в середине в чате. Все они пересекаются в середине, где мемасики от Europe Design. Да. Поэтому G шейп тоже уже. Смотри, мы прямо на ходу можем хайпить все это дерьмо. Осталось только на Medium пару статей написать про G шейп. И станем новыми бибичами. Окей. Делать мы этого, конечно, не будем. Лайк, если ты бибич. Светские новости, господа. Мы их дождались, наконец-то. Кстати, их достаточно много, но они все в какой-то момент будут про одно и то же. Но первая новость у нас, кстати, твоя. И она про Telegram, опять же. Telegram, да, сообщил нам еще 30... Ты, кстати, говорил, что это круть. Да, 30 июня. Я говорил, что круть. Сейчас пытаюсь тебе объяснить. Давай. 30 июня нам еще об этом сообщили. Вышел Telegram 4.1. Ты, кстати, обновил. Да, да. Я тоже обновил. Это прям... Небо и земля. По сравнению с прошлым, Telegram 4.0 просто... So 2017 early. Early 2017. Знаешь, что? Ну-ка, давай. Знаешь, что? Ты представляешь сейчас Telegram, насколько распиаренный? Да, я согласен. Мне все еще... Это, по крайней мере, у нас. Да. Я уверен, что в Америке никто не слыхом не слыхает, что Роскомнадзор, кого-то там пытался что-то это, у них там не дает. Согласен, да. Они забили, да. Но, но... Как ты думаешь, все-таки, как они вообще живут? Че, как зарабатывают? Где монетизация в Telegram? Мы с тобой задавались этим вопросом где-то год назад. И, видимо, по сей день, как по сей дон, задаемся. Возможно, террористы напрямую Дурачу платишь, чтобы он не закрывал просто его еще. Понимаешь, там новая же функция появилась донатить. Есть, есть. Bot Payments. Причем она давно уже не новая. Сейчас просто Android Pay туда добавили. А по факту это уже было, возможно, с 4.0, возможно, там с 3 предыдущего. К примеру, Дурач берет себе процент с каждого доната. Стопудо. Вот 18 мая это представили. Payments for bots. Но, согласись, это же как-то маловато для такой сети, для такого мессенджера, как Telegram. Ну, че там с каждого доната? Кто там донатит в Telegram? Кроме Терреса. Вот именно. И наркоторговцев. То есть оборот маленькой Африканской республики уже у Дурач в кармане. Это, во-первых. Во-вторых, instant... Так, стоп. Ну, слушай, да, я... Ну, какие-нибудь стикеры платные. Да нету, по-моему, они бесплатные. Да тем более там все быдляки всякой пользуются. Зачем нужны платные стикеры, если есть котейки? Согласись. В котором 30% это собаки по вреду. Давай, я уже вижу, я уже вижу в этой новости очень классную картинку. От чего я... Да, я получал удовольствие от картинок. Прям сильно. Давай. Во-первых, юзер, это Крис Койер. Я прям его узнал. Он, во-первых, высокий, во-вторых, лысый, в-третьих, бородатый. Ты... А, слушай, я вижу другого человека. Ну-ка. Я вижу здесь полную команду лофт-блога. Например, слева есть один представитель, и лысый есть представитель. Первый представитель, он несет одежду. Для кого, простите? Мы с тобой менты. Мы с тобой... Не, нас с тобой... Тебя уносят, вон ты ругаешься. Тебя два админа уносят из лофт-блога. Так. А я это котейка, которая слева сижу, просто и все с хвостом между ног. Ну, давай, продолжай. А девушка это кто? Эйприл О'Нил? Просто, ну, она тоже рыжая, тоже в желтом костюме. Ты имеешь в виду порнозвезда? Нет, она уже ушла. Отошла от дел, мне друг рассказывал. Поэтому я имею в виду ту, которая с черепашки-ниндзя. А вот старик там с шариками стоит, это кто? Это фронт-эндер, наверное, да? Хочу как-то смешать. Это Хайде Пэйн Гарольд. Ну, кстати, да. Так вот, и Телеграм 4.1 внес много изменений. Во-первых, t.me slash uwebdesign. Канал, uwebdesign, Телеграм. Все, это самый лучший канал в Телеграме на данный момент. Там легально. Даже лучше, чем канал бывший. Там все легально. Хотя, казалось бы, просто вот, ну, соперничать невозможно. Да. 10 тысяч мемберов теперь могут быть в супергруппах. Это что значит? Это значит, что в нашей супергруппе uwebdesign. В чатике, да? Да, ну да, в чатике. В котором на данный момент 200 с хреном человек. Может быть, 10к? Может быть, уже 10 тысяч. До этого, по-моему, был потолок 2000 или 1000. Я думаю, что будет лагать очень дико. То, что будет компьютер дуроча лагать, нас не волнует. У нас лагать не должно. Я считаю, что... Ну, не считай, я уверен, что будет все равно круто. Мне кажется, будет жесть, если... 234 у нас в данный момент. Если будет 10к чуваков, из них 9500 онли-ридовцев и 500 человек активно спамить стикерами из котеек, из которых 30% собаки. Если хотя бы 10 из них будут донатить, я думаю, дуроч справится с такими нагрузками. И только рад будет. Это как мой зять говорил, что... Был бы, типа, поток, так сказать, спроса, а мы, типа, его удовлетворим хоть как. Хорошо. Не знаю, Витька когда-нибудь послушает это, узнает ли мы, что мы его цитировали. Но я думаю, будет рад. Admin rights. Теперь мы можем админов дискретизировать. Дискретизировать все правильно. По правам. Есть какие-то админы, которые могут только change group info делать. Есть какие-то админы, которые только delete messages and ban users. То есть, есть чисто модераторы, есть супер модераторы условные, есть пинеры, те, которые могут пинить messages, а есть супер прям архи-мега модераторы, которые могут добавлять новых админов. То есть, это практически правые руки. Я тебе скажу, что да, Telegram-то, слушай, растет. Такие же подправа теперь есть и для юзеров. То есть, можно не просто забанить, а замьютить. Например. Можно запретить кидать стикеры и гифки. Это очень полезная фича. В свое время, в лихие времена, когда у нас была открытая группа, была открытая группа, теперь можно наконец-то не говорить, берите ссылку у Сани Гончарова. Можно просто заходить. Просто жить. Ты имеешь в виду, если что? Потому что, если что, его замьютят просто и все. И никто не будет ничего. Так надо тогда общедоступную ссылку сделать? Надо выходить из-под поля. Хотя было-то уютно, согласись, все тебе писали в веб-сайне. Ты знаешь, у меня, я же не чуваки с первой фотки. Два представителя. Мне что вот это писали, мне не писали. Мне лучше бы мне и не писал никто. Отлично. Так, еще что можно в новом? Можно запрещать читать сообщения. Вот это, представляешь? Можно send messages, а читать нельзя. А что он? Как он будет сидеть в пустом чате? Слушай, я не знаю. Я не пробовал. Можно будет потом как-нибудь потестировать вдвоем. Но некой Алене разрешено читать. И читать, и отправлять. Но send media, фоточки свои голые, она больше отправлять не может. Задолбала всех. Работать не дает. Стикерс и гифс или джевс. Гифс, мне больше нравится. Нельзя. И ссылки даже не может прикладывать. Представляешь, ссылки это прям вообще кастрация. Ну да, да. Ну, с ботами то же самое. Админ ботов можно сделать, наконец-то. Представляешь, бот, который просто банит тех, кто пишет слово кек. Или капс. Не дает. Ну, я не знаю, как капс, насколько можно там как-то дифференцировать. Но тех, кто пишет слово кек, конкретно можно сразу мьютить. Кек. Или админами, наоборот, назначать. Сразу. Это проверка. Сразу. Это натурон сразу. Есть documentation здесь. core.telegram.org.bots.ip И так далее. Recent admin actions. Есть логирование. Можно смотреть, кто из админов что делал. Уже когда вот бюрократия прям полная, будет написано, что такой-то хрен удалил сообщение. Такое-то сообщение он удалил. Ну, или такой-то хрен. Например, Павел Дуров замьютил Алену. Shy. Да. Как бы все варианты. Кроме этого, возможность шаринга изменилась. Теперь как в WhatsApp. Можно галочками отметить, что в несколько мест сразу расшарить. Вот ты-то, Никита, я не знал, а утром, когда я еду на работу и кидаю ссылочки из Телеграма, ой, блядь, из Телеграма и с Твиттера, к нам, в конфу в маленькую. Я это делаю с помощью меню расшарить. Я жму поделиться, выбираю Телеграм, выбираю наш чатик и улетает. Теперь я могу... Через приложение Твиттера, что ли? Да-да, из приложения Твиттера я это делаю. Теперь я могу не только к нам в чатик отправить, но и куда-нибудь еще там, в ювебдизайн канал, например. Вот пометить двумя галочками и переписать сразу комментарий. Переписать комментарий, это, кстати, круто. Потому что иногда, когда я хочу что-то сказать, мне приходится альттабаться, что называется, в Телеграм, дописывать и идти дальше в Твиттер. А теперь я могу, не заходя в Телеграм, уже писать, ха-ха, кек. Ха-ха, кек. И ты сразу админ. Да, я, во-первых, сразу админом становлюсь. Во-вторых, вы хотя бы знаете, что вот тут надо ржать, тут орнуть, а тут что-нибудь еще. И Android Pay наконец-то добавили в ботах, которые принимают пейменты. Окей. Вот такое. Телеграм стал каким-то спиннером одним большим. Что не может не радовать. Ладно, окей, это мы поговорили. Кстати, кстати, самое смешное, такой постскриптом небольшой. Добавили настройки прокси в Data and Storage. Теперь можно, говорит, защищать себя, продолжать себя цензурить. Анти, точнее, цензурные штуки. В общем, все. Я сейчас как Ирич, лед из газа, ну там погодные дела, вот здесь все, ну антицензурные дела. Вот Free Speech. Короче говоря, Telegram Team, она прям жгет напалмом. Мне нравится. Я прям, я люблю Telegram. Это такой самобытный, крутой проект, и я очень надеюсь, что тот факт, что Роскомнадзор от него отстал, ничем нам не грозит. Если вы понимаете, о чем я. Да. Дальше у нас блок новостей. Дальше самое интересное. Самый интересный блок новостей, который вы и хотели. С хабра сразу статья. Их написал, их эту статью, много букв, написал Solar Security. Некое такое сообщество. Какое-то творческое объединение, мне кажется. Да, некое творческое объединение, которое занимается, как нетрудно догадаться, безопасностью. IT-безопасностью. Так. Так вот, они написали статью WannaCry и Петя, Петя, как действует центр мониторинга и реагирования на кибератаки в случае глобальных инцидентов. То есть, это как бы статья PR себя, о том, как они классно реагируют на заражение вот этими вот WannaCry и Петями. Короче говоря, они пытаются говорить, блин, вы, чуваки там, из Роснефти условной. Вот так вам надо было сработать. Или, вот так вам надо было нанять нас, чтобы мы вас защищали и мы бы сработали. Эта статья скорее напоминает, знаешь что, типа, вот такие мы, блин, вот так у нас классно. Просто. Без всякого. Здесь есть сразу же скриншот, как выглядит ваш закриптованный компьюктер, комплюктер. Ну мы, да, мы его видели неделю назад и согласен. Да, который вымогает у вас просто наглым образом вот эти вот те самые вот биткоины, которые майнят. И они, собственно говоря, знаете, знаете, как мы атаковали и реагировали, так скажем. Как мы реагировали на атаку вот этим вот вирусом, если его можно назвать, на эту кибератаку в нашем Solar Security. Говорит, в 15.0 MSK у них поступили первые сообщения об атаке на крупные организации. Аналитики Solar JSOC начинают мониторинг в поисках подробностей. Одновременно или одновременно, как кому нравится, производится анализ ситуации у заказчиков. То есть у них есть некие заказчики, которых они обслуживают. Да, их все-таки можно, видимо, заказать, как защитник. Да, да, да. Первая линия переведена в состояние повышенной бдительности. Осуществляется ручной мониторинг IPS, WAF, анти-ДДОС и периметровых сетевых устройств на предмет выявления аномалий. Как тебе? Здесь они пытаются задавить нас интеллектом и показать, что у них дохрена терминов умных. И им это удается. Им это легко удается, да, вообще без проблем. Параллельно по партнерским каналам и со стороны антивирусных вендоров начинает приходить обрывочная информация, что работает вредоносный продукт петь я. Ты-то антивирусный вендор. Я канал распространения, который предположительно Internal Blue. И они такие, нихрена. Чё они начинают делать? Оповещение клиентов, во-первых, обязательно всех оповестить. По первым появившимся индикаторам работы будь здоров и мероприятиям. Правда говоришь, спасибо. Фокусное общение с технологическими и техническими партнерами для обмена первыми результатами о разборах вируса. И несколько нетипично активное отслежение СМИ. То есть они читают сразу ВК и Телеграм. Такие, что там у нас по УОНа краю и по Петье? Ну, самые, так сказать, важные места, в которых надо читать. Этим занимается, видимо, директор. Он сидит и балдит. Да, он в МД-5 просто подписан. Ой, в МД-5. В МДК он подписан. А там всё у него в МД-5. У него в МДК, в МД-5 зашифровано. Он-то сам себя заказал, конечно. В 15.30, то есть буквально через полчаса, получены первые индикаторы. Первичное заражение организации шло через почтовый фишинг. Они поняли? Угу. Имеются сетевые индикаторы и МД-5 тела вируса. Данная информация оперативно проверяется на всех заказчиках в течение 30 минут. Они-то смотрят. Ага, так, что, везде у нас через фишинговый... Почтовый фишинг? То есть, видимо, везде по почте прилетела фишинговая ссылка. Чуваки перешли и словили этот кал. Ну да. Они такие, нихрена. Угу, угу. Ретроспективная проверка по всем заказчикам не дала положительных срабатываний. Также все индикаторы были добавлены в активные правила и листы для дальнейшего отслеживания попыток обращения. Короче, клиенты получили оповещение о необходимости блокировки указанных адресов на сетевом оборудовании. Все, они заблочили чуваков, которые ссылают такое дерьмо. Буквально через 20 минут, то есть в 15.50, создается инструкция по минимизации рисков, связанных с распространением петья. То есть обновление, во-первых, винды, как обычно все админы поступают. Обновляют винду, а Билл Гейс уже сразу выпустил. Его, правда, уже нет, он там на пенсии сто лет. Я инсайдерскую информацию скажу, даже для Windows XP, которые уже не поддерживаются, вышли заплатки. Для вот именно OneCry и Пети. как админы обновляли. Вот. Поэтому закрытие TCP порта 445 там, где возможно, и не нарушает штатного функционирования сервисов, там, где ничего не ходит через 445. В некоторых случаях может оказаться эффективной защита MBR от перезаписи, что бы это ни значило. MBR это таблица на разделе жесткого диска, которая говорит о том, где какие партиции, какой загрузчик и так далее. Отлично. Сейчас уже, чтобы ты понимал, используется GPT. MBR это такая, старая. Здесь есть, кстати, отзыв начальника отдела ИБ информационной безопасности башком снаббанка некого его. Я думаю, вся статья вот это вирусная реклама башком снаббанка, потому что это единственное и первое и последнее их упоминание в глобальной сети интернет. Тут скорее да, но он очень хвалит, очень хвалит Solar, Solar Security, что они такие классные пацаны и в течение нескольких минут зарешали все проблемы с WannaCry и с Петьей. В 16.30 первые выводы о работе вредоносного ПО. Как же они быстро работают, эти пацаны? Они не успели практически пообедать, как справились уже с WannaCry и с Петьей. Вот. Короче, дальше снова же опять же отзыв, как быстро справляются пацаны и работают. Вот, в общем, ознакомьтесь, ознакомьтесь. Есть люди... Один Гизар Шакиров отзыв отзыва. Есть люди, которые легко и непринужденно справились. Решают проблемы. Есть зачем, мы тоже их сейчас прорекламировали, но поскольку наша бухгалтерия, все наши коллеги с тобой отобрали эту тему, значит, так надо. Следующая новость. Продолжаем вливаться в Петью. Not Petya. Некие Positive Technologies написали статью про то, что оказывается... Оказывается. Знаешь, как модно в фильмах каких-нибудь про вирус, который заражает всех и превращает в зомби, или, например, превращает в каких-нибудь там вампиров, я не знаю, в оборотней, есть всегда сыворотка. Вот заметь, всегда есть сыворотка, которая подкалывает, и ты превращаешься обратно в обычного человека. Так вот, Not Petya это сыворотка против Пети. А-а-а, ни хрена себе. И вот Positive Technologies продолжает на хабре. А когда у тебя уже все зашифровано, как же... Ну ладно, давай, я сначала послушаю, у меня возникают вопросы к Not Petya. Тебе сразу говорят, а я... Если там в комплекте Not Misha. Реально ли расшифровать свои файлы? Вот реально ли Not Petya воспользовался против Пети? Угу. И Positive Technologies нам пишет, что оказывается, 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 в момент заражения еще под Windows вирус пишет сначала диск код, который будет запущен после перезагрузки. Угу. А в определенные сектора свою конфигурацию. Данные для проверки и оригинальный MBR, тот самый, о котором ты сказал. В первую очередь посмотрим на сектор 0.20 диска, который является чем-то вроде конфига. Или конфига, как кому нравится. Для конкретной машины. При заражении в сектор 0.20 записываются следующие значения. Здесь приводятся, какие значения пишутся прям побайтово, побитого. Ну, короче говоря, это уже вообще ни для кого и не новость. Ну нет, ты дочитай, ты уж извини, что я так скажу. Это ни хрена не новость, тут просто обосраться, что они дописывают. Короче говоря, нот Петя существует реально, сыворотка есть. Она... Чуваки исследовали, видимо, работу Пети, как он происходит, как он заражает вас. и полностью понимают всю хисторию, как нужно его расшифровать. Декриптить, как это называется. Так сказать, повернуть вспять. Да. Здесь все представлено, все данные, и нот Петя реально работает. Еще раз посмотрите, нот Петя, скорее всего, не была предусмотрена возможность расшифровки файлов своих жертв, а в Петя с этим все было нормально. Что касается самостоятельного восстановления диска, может оказаться реальным. Оба вируса имеют очень похожие ошибки. Или второй, это тоже вирус. Я что-то не понял. Здесь, кстати говоря, есть скриншот ассемблерный. Я вижу, что здесь мув, здесь что-то мувают, что-то пушают. Вот. Так вот. Оба вируса имеют очень похожие ошибки реализации алгоритмов шифрования, что приводит к возможности быстрого подбора ключа шифрования и восстановления всех зашифрованных данных. В 2016 году исследователи описали метод восстановления данных зашифрованных Петя без уплаты выкупа. Смотри, как мы и говорили с тобой уже в 2016 году, все было понятно, что есть Петя и что его, оказывается, можно расшифровать. Прикинь. Так нет, мы, насколько мы поняли, в прошлый раз Петя в 2016 даже ничего не шифровало. Это просто был блокер. Ну, это эволюционирующий Петя уже, конечно же. Так. Вот. И здесь есть описаны отличия от Петя образца 9 января 2016. Они есть. Угу. И они тоже, видимо, расшифровываются нод Петьей. Так что, если что, если что, Positive Technologies могут, опять же. Кстати, вот у них численность уже больше 500. То есть, у предыдущего Solar Security было до 500 человек, а здесь уже больше 500. Уже более серьезные пацаны. Да, я вам очень внушительно говорю, как будто это реально крутые статьи. Так вот, следующее Максим прокомментировал, нам предложил. Ну, вообще, я так понимаю, не прошло и недели, как Петя уже ни для кого и не вообще. Видимо, Роснефть валила бабосов для того, чтобы, так сказать, ну, по-понтовому отразить это там все и сделать. И гайды эти просочились куда-то. Потому что, вообще-то, вирусы-шифровальщики, а после них уже не расшифровывается, как правило. То есть, там, ну, прям все плохо. А тут, оказывается, можно и расшифровать. То есть, видимо, тут, оказывается, все хорошо. То есть, это чтобы наши слушатели не пугались, если у них вдруг WannaCry, они легко его декрипнут. Так. Следующее от Максима, который прокомментировал. 1 июля в России меняется законодательство о персональных данных. Сильно вырастут штрафы, это касается владельцев сайтов и агентств, которые сайт разрабатывают и обслуживают. Насколько я, говорит, понимаю, это будет касаться вообще всех форм на сайте. То есть, к примеру, эта форма комментария тоже должна содержать галочку, что я подверждаю свое согласие на обработку персональных данных, как бы ссылается на нашу форму на сайте и обезьян.ру. В противном случае... В чей огород камень? Да, в противном случае вас либо оштрафуют, либо заблокируют сайт, говорит Максимка. И прикладывают с Коссе.ру статью. Кстати говоря, несколько подкастов назад мы говорили с тобой, что пацаны из государства уже хотят взяться сильно за яйца за вот эти формы, которые собирают личные данные. Так. И, собственно, что нужно правильно оформлять эти формы, как бы это ни звучало. Я, да, я почему эту тему добавил? Потому что, во-первых, ну, мы информируем наших подписчиков, у кого где-то есть формы, кто кто-то делает формы. Чё вам, лень галочку добавить? Пусть она даже не решает нихрена, никто же не проверит. Сделайте чекбокс с надписью и всё. А теперь уже реально вопрос к Никите, надо это делать вообще или нет? Реально прям будет действовать, будут проверять или как? Или всё-таки по следуумному совету добавим, чё как бы, она же есть пить не просит, проверять не будут? Есть пить не просит, с одной стороны, с другой стороны, это дополнительное действие от пользователя, может быть, некоторые люди хотят побольше конверсии, так сказать. Ну да, но видишь, если это будет наша суровая реальность, так скажем, ты уже хошь-не хошь, а будешь не гошь. Я замечаю, что на многих серьёзных американских сайтах есть такая галочка. Я больше тебе скажу, мы когда фрилансили с Калининграда, так скажем, мы везде это делали. Ну вот. Вот. Возможно, мы это делали просто для солидности. Я не как бы не оспаривал, так сказать, решение дизайнерское. Но я, причём, я-то делал ещё и хранение этого, ну вот если мы говорим о WordPress, я в юзер мету записывал, что каждый юзер с тем-то, с тем-то, тем-то согласился и как бы да. Поэтому сделайте. я думаю, я думаю, что сильно не надорвётесь, зато, может быть, вас не оштрафуют. Так вот, на Коссе есть заметочка такая, достаточно большая, кстати говоря, что нужно знать о персональных данных, чтобы не заплатить 300 тысяч рубасов штрафа. Никто же не хочет 300 тысяч, правильно, заплатить? Вообще никто. Но, здесь что говорят? Если только ты не покупаешь себе новенькую ферму на GTX 1070-х. С 1 июля, когда произойдёт серьёзное ужесточение законодательства в области персональных данных, которое затронет владельцев сайтов и агентств, как раз будет самая жесть. То есть, уже началось, уже 3 дня подряд идёт. Уже 3 дня подряд как могут нас оштрафовать, надо срочно делать. Так вот, почему важно для диджитал-рынка? Роскомнадзор отдельным блоком проверяет интернет-сервисы, сайты и мобильные приложения, а также договоры и взаимоотношения с разработчиками сайта рекламными агентствами. Вот. Здесь есть, кстати говоря, фоточка, точнее, сканчик об пунктах, которые, я так понимаю, касаются, кого касается вот эта хреновина. Если ничего не делать, то ваш клиент или попадёт благодаря вам, или проверка может затронуть лично вас. То есть, представь, ты можешь подставить своего клиента, если ты не сделаешь данные требования, не выполнишь Роскомнадзоровские. Вот. Что здесь ещё? Что здесь ещё? На самом деле, я пытаюсь найти как бы вот какую-то суть, потому что здесь очень много всего и непонятно, за что взяться конкретно. Здесь есть вот описание, что является конкретно персональными данными. Если у вас появились вопросы, а что же я должен сделать? Так вот, персональные данные это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу. Даже конкретно кукисы, которые мы храним, это тоже персональные данные. Я здесь забежал чуть вперёд. Персональные данные, исходя из судов, позиции судов Роскомнадзора, являются информация вплоть до пользовательских данных. Именно на позицию судов за неимением более чётких трактовок необходимо ссылаться. То есть, если в форме обратной связи есть поле имя или представьтесь, например, то в кубе с автоматически представляемыми куками, передаваемыми куками и другими метаданами, это будет являться персональными данными. То есть, даже ник, мне кажется, уже будет персональные данные. Ну, вообще, написать, так сказать, на сайте собираются куки, понимаешь, очень легко сделать так. Написать в пользовательском соглашении, пользуясь данным сайтом, вы утверждаете своё согласие на обработку ваших персональных данных, куки, данных о местоположении. Всё. Сделать небольшое всплывающее говно, как только ты попадаешь на сайт, снизу. Находясь дальше на этом сайте, вы подтверждаете, что вы согласны. Кнопка «хорошо», которая десмисит это, в идеале ты логируешь, в какой день, в какую минуту пользователь согласился, если он зарегистрированный, и в этом пользователе внутри прям хранишь, что чувак неделю назад согласился. И в случае из того, какие-то вопросы у Роскомнадзора к тебе лично возникают, ты показываешь. Неделю назад он согласился, ничего не знаю. Да, ну то есть дополнительно нужно, это не просто галочка, знаешь, не просто чекбокс. Ну можно и чекбокс, но никто не будет это проверять стопудово, да вот наших вот сайтов никто не доберётся никогда. Но слушай, ты плохого мучаешь, детишек. Да ладно, чё вы, всё себя расслабьтесь. Ладно, окей, я считаю, что можно дальше не останавливаться. Если вы хотите углубляться, конкретно, если вы такой чувак, который работает с серьёзными клиентами, я вам советую, настоятельно рекомендую ознакомиться, во-первых, с этой статьей на koso.ru и вообще с законами, по крайней мере, по которым вы делаете стать. Статья 2 в ФЗ, да, это не по-китайской грамоте, берёте и ознакомливайтесь, в консультанте плюс открываете. Последняя статья из светских новостей от Коша Гола, который нам предлагает с ДТФ-очки, с ДТФ.ру, статью, которая называется Valve столкнулась с рекордным количеством заявок по возврату средств. Вот это, наверное, самое интересное из светских новостей. Статья о том, что на ближайшей распродаже, которая всё ещё идёт и завтра закончится, 5 июля, летняя распродажа в Steam, в площадке по продаже игр от Valve, оказывается, очень до хрена рефандов было, тех самых возвращений игр, которые можно осуществлять только если ты играешь менее трёх часов, что ли, я вот это не помню, менее трёх часов, по-моему, и, соответственно, вот этот рефанд, вот это вот количество попыток, точнее, количество даже случившихся событий возвращения денег оказалось просто огромное, просто превышающее именно с той самой распродажи. Как только распродажа поступила, чуваки напокупали дерьма, видимо, которая им не понравилась. Ещё и по скидкам. Ещё и по скидкам. И решили его оп, и быстренько вернуть. Угу. Вот. Огромный скачок, который, кстати говоря, подтверждён, вот этот вот график был составлен чуваками, как бы third party чуваками, но он подтверждён Valve, что реально у нас был огромный скачок по рефанду, по возврату средств за игры купленные. Вот. Непонятно, здесь нет какого-то точного, из-за чего это сделано. Знаешь, как будто весь Steam просто сломался и не давал играть, так скажем. То есть, такого какого-то технических описаний, почему это случилось, нет. Вот. Но просто как факт, как сам факт, люди почему-то решили поиграть менее трёх часов и рефанднуть игры. Мне кажется, это разумно. Может быть, в какой-то момент Steam просто рассказал людям о такой возможности. Ну, то есть, например, я не считаю, что я вот знаю, как это сделать. Была там какая-то кнопка? Ну, я уверен, что если ты захочешь, ты догадаешься. Да, Хотя, опять же, а вдруг я захочу, а я играл уже три часа и одну минуту? Да, я думаю, что это именно связано с осведомлённостью самих игроков и пользователей в Steam. Это всего лишь первая распродажа, в которой была повышенная осведомлённость. Условно, не первая, но уже многие знают. И набрали говна? Да. Просто тут вот график, который показан, слишком маленький период. Затронули бы ещё зимнюю прошлую распродажу? Согласен. Там бы тоже наверняка был какой-то скачок. Посмотреть, да, да. То есть, тут это, я не думаю, что это прям связано с тем, что игры все говно стали или там, что что-то там в Steam. Ну, знаешь, допустим, был какой-то сбой алгоритмов, показывали не те отзывы, люди обманывались, думали, что игры хорошие, а игры на самом деле кал. Ну вот, вот, да. То есть, тут непонятно, с чем связано, если бы показали действительно, как возвращали на зимний, можно было бы хотя бы понять, хоть что-то, хоть что-то понимать. Вот, поэтому, ну, да, наверное. Давай перерывчик небольшой перед разработчиками. Обязательно, обязательно сделаем перерыв. Вы, уважаемые подписчики, пока ставьте нам лайки, пишите комментарии, не забывайте свои мысли, которые у вас возникают во время просмотра или прослушивания, и не переключайтесь. Мы снова в эфире. И мы снова говорим про uwobdesign.ru slash smarttape. Та самая лендинг-пейдж страница, которая вас удовлетворит хостингически. Так скажем, если вы хотите удовлетвориться в хостинге, если вы хотите удовлетворить свою потребность в сервере, на которой вы можете разместить свой сайтецкий. Или веб-приложение какое-нибудь высоко нагруженное. Мы каждый раз говорим, что это самая отличная штука, и не перестаем это делать, потому что действительно наслаждаемся сервисом, наслаждаемся качеством обслуживания, наслаждаемся услугами, так скажем, предоставленными смарт-тейпом. Поэтому, господа, uobdesign.ru slash smarttape обязательно заходите и попробуйте хотя бы миссисочек. Катните. Может быть покатит, а может быть не покатит. Напишите, если не покатит. У них есть бесплатный период, да. Всегда пишите, если вдруг... Вот нам писали многие и отрицательные отзывы, и положительные, и некоторые отрицательные отзывы мы даже по себе истали, не разрешили. Да, потому что мы с помощью вас же и сделаем этот сервис еще круче. Потому что уже много людей с помощью нас зарегистрировались и используют. И, соответственно, мы для всех как бы сделаем вот это вот комьюнити нас, вас и SmartApe соответственно выше по уровню, лучше, круче. Короче говоря, на новом уровне будем работать. Да, вперед в светлое будущее. Короче, еще сейчас тема из разработки моя. Моя, предложенная нейроном-инсомниусом, гением, который слушает с первого подкаста наши подкасты. Я вообще не знаю, как это возможно. Как он не блеванул на первом подкасте, где мы первые 30 минут обсуждали инстаграм Анны Седоковой. Да, это первый выпуск. Где еще по бреду? Нет, ты что, мы Анну Седокову и потом обсуждали еще. Мы, мы, короче, вырезали случайно, во-первых, мы... Кусок пропал. Именно первый подкаст, пилотный выпуск, кусок сразу же пропадает. Сразу же пропадает. Потом сразу же Седокова с инстаграмом. Да. И вообще, супер-IT новости. Короче, нейроном-инсомниус говорит нам, браузерные войны, когда Недскейп встретил Майкрософт, первая часть истории в переводе Дмитрия Монанникова. Мы посмотрим обе части, потому что первая часть истории, наверное, нейроном-инсомниус приготовил эту новость к следующему подкасту, чтобы мы, знаешь, по частям это разбивали, но нет смысла, потому что будет как бы история не закончена. Возможно, даже когда он ее предлагал, в 20-го числа, а вторая часть появилась... Блин, мне лень искать. Ну нет, ладно, не лень. Перевод появился 20-го уже, а оригинал появился... Ну-ка. Я сейчас посмотрю. Просто, возможно, нейрон-инсомниус задумал, чтобы мы только одну часть рассматривали, он перестанет нас слушать вообще после этого. Короче, будет две. Браузерные войны, часть первая, когда Недскейп встретил Майкрософт. На самом деле, очень тривиальная и очень такая, знаешь, выкупаемая статья и финал ее. Но не финал, а, так скажем, как вот эти две стороны. Война же, это обычно между одной и второй стороной, правильно? Так вот, вот здесь вот есть две стороны. Я про войну знаю только одно. War. War never changes. Ну вот здесь, да, война никогда не меняется. И вот так же вот эта вот браузерная война, которая началась уже в 90-х, как и все войны, как мы знаем. Да. Война будет между двумя, как сказать-то, нельзя сказать, что корпорациями, а между такой свободной какой-то частью, такой небольшой конторкой и большой корпорацией. Вы сейчас сразу догадаетесь, о ком идет речь. Потому что в 95-м году чуваки, Марк Андрессен и еще один чувак, второй, я не вижу где, Джим Кларк, видимо, видимо, Джим Кларк, они, короче, объединились, они уже такие были опытные чуваки в сфере IT, так скажем, если то, ту эпоху можно вообще назвать IT как бы сферой, тогда. Слушай, тогда все закладывалось, тогда вот пионеры IT рынка делали то, с чем нам приходится жить, мириться или радоваться сейчас, поэтому я отдаю им должное и уважение, молодцы. И они сделали как бы просто на энтузиазме, так скажем, сделали первый браузер, просто по прикольчику, тогда вообще никто не верил в интернет, а ты знаешь, как сейчас сделать какой-нибудь спиннер с встроенным телеграммом. Все такие будут думать, знаешь, блин, ну типа это. Прямо сразу со встроенными террористами. Да, типа, ну это же не взлетит. Вот, и так же думали тогда, они просто сделали по кайфухе, сделали браузер, ну можно было ходить в интернеты. Они сделали... Причем важная пометка коммерческий браузер. Коммерческий. И коммерческий браузер был долгое время, я скажу позже, раскрою все карты, до какого браузера, все браузеры были коммерческие. Так вот, Netscape, тот самый, о котором мы слышали, блин, Netscape, старая тема, короче. Вот два чувака американских сделали, и они долгое время просто сидели и балдели как бы. Назывался он первоначально Mosaic, а потом стал известен как Netscape Navigator. Да, балдели такие, думают, классненько, классненько, здесь очень много всяких небольших фактов о них написано, но они знали, что за ними придут, они знали. И в какой-то момент это по-моему, если честно, если я сейчас это скажу, мы шагнем сразу во вторую статью. Но давайте немножко посмотрим, как выглядел Netscape на скриншоте. Вот покажи скриншот Netscape, где Welcome to Netscape. Нет, это чуть ниже. Это чуть ниже. Да, здесь вот какая-то опять же первая страница, которая... proto.netscape.com Я прям попробую туда зайти. Попробуй, попробуй. Есть ли она, жива ли она все еще? Как мы видим здесь... Нет, она не жива, я попробую просто Netscape.com Ну-ка, ну-ка. И там что-то открывается. Он меня на AOL.com просто это редиректит, и там сразу Путин. О, нормал. Так вот, Netscape начинался вот именно с этого супер олдскульной темы, как мы понимаем, как мы видим здесь все очень такое, как бы, брутализм полный. CSS-ки практически нет. Очень не сглаженные шрифты вот это мне бросается в глаза, в силу того, что разрешение, видимо, тогда было, желало быть много лучше. 640 на 480, я думаю, в максимум. И очень зашакаленная, как мы сейчас любим это говорить, фоточка, вот этот же пежечек, который там приложен. Вот, чтобы, видимо, все быстрее грузилось в те годы. это даже гифка 256 цветная, а не ниже пежечек. Ну вот, короче, Netscape, навигатор, который начал развиваться немножко, и начал, так скажем, выходить в люди, начали люди пользоваться. И, понимаешь, в чем дело? В какой-то момент, как я и сказал, они знали, что к ним кто-то придет, создатели Netscape. Это причем уже Netscape, навигатор 2.0, а в самом начале был скриншот от самого, хотя нет, 2.0.2 тоже, но абсолютно разный интерфейс. То есть, там были крупные такие кнопки Back, Forward, Home в самом начале, а здесь дальше уже, ну, обычный файл Edit, View, Go и так далее. Короче говоря, сам Билл Гейтс не чувствовал вообще силы в интернете, а вы понимаете уже, о какой второй стороне идет речь, он не чувствовал. То есть, грубо говоря, как я понимаю, здесь не говорится об Apple, потому что в тот момент, я думаю, что это был, наверное, момент ухода Стива Джобса из Apple, скорее всего, и Apple тогда вообще не думали про интернет, возможно. Ну, я не знаю, может быть. Они сделали наверняка свои там музыку, iPod и... Не, iPod был в 2001, тогда они еще ничего не делали, и Стива Джобса еще не было в 95, он же в 97 только вернулся. Вот, да, я говорю, то есть, он тогда ушел как раз из Apple, и, короче говоря, а Билл Гейтс все еще был на коне, как мы помним, он, если опять же смотреть всякие фильмы типа Силиконовой долины, Пирата Силиконовой долины, как он там слизывал у Стива Джобса, если вы понимаете, о чем я, всякое, вот, в том числе, интерфейс Майкрос, Винды, и вот, где будет что находиться, расположим кнопочки там-то, там-то, короче говоря, он был на коне в этот момент, Windows в тот момент как бы выиграла состязание между Mac OS и Windows, вот, он сидел, короче, и, но не видел никаких перспектив в интернете, но, но, заметив вот этот вот Netscape, и что можно через него ходить во всякое, и что сеть действительно развивается, и что интернет это теперь больше, чем просто какая-то новинка, какой-то, знаешь, такой научный заскок, так скажем, он это понял, и, короче, а он вообще любитель вытеснить противников с рынка, и, как и, в принципе, любой бизнесмен, такой прошаренный, он, короче, такая акула шоу-бизнеса, короче, они сразу очень жестко навалили на пацанов из Netscape, сразу, и предложили им просто практически сложить полномочия, и сказали, что все, давайте мы просто сделаем, короче, браузер, либо там с помощью вас, нам не важно, мы сделаем все равно круче вас, короче, вы либо нам, ну, либо вы нам не мешаете, так скажем, либо, короче, все, до свидос, причем, со стороны Microsoft, они говорят, что мы просто с ними решили поговорить, позаимствовать опыт, как бы, у людей, которые начали, просто, вот, мы типа решили с ними просто, как у зачинателей моды, побазарить с ними, а сами Netscape, говорят, что не-не-не, они пришли и прессанули нас сразу, как и любят делать Microsoft, вот, сразу перейдем во вторую часть статьи, в самом конце есть ссылочка, вот, перевод второй части статьи, короче говоря, они, поначалу, и Е был далеко не впечатляющим, то есть, сразу Microsoft не смогли врубиться в рынок, они, как бы, блин, такие, ну, начали делать, короче, но делали хуже, чем Netscape, так скажем, Netscape уже по проторенной дороге, по своей, как бы, двигался, и было все классно у них, и только в 95-м, в 95-й винде, вот ты как-то не отразил, а я считаю это важным, не то, чтобы я в твое повествование вклиниваюсь, просто я окрашиваю его немножечко в другой цвет, и вот их вот этот Андерсен, он зазнавался в определенный момент, он по Дарту Вейдеру прям на темную сторону ступал, ну-ка, ну, то есть, это еще в первой части было, то, что они компанию объявили публичной, ну, то есть, чтобы выпустить акции, так сказать, повышать капитализацию за счет того, что у тебя покупают акции, в тебя вкладывают, так, они там сразу 600 миллионов долларов подняли, тупо на этом, потому что, ну, в них поверили, и он думал, что все, Netscape, это будет не просто браузер, это будет кроссплатформенная операционная система, что все, вообще все компьютеры будут только в Netscape, он уже грезил мечтами и всяким, он грезил всем этим, и я думаю, что вот в этом и кроется то, что нет сейчас такой компании, как Netscape, может быть, есть, ну, как бы браузера, так точно нету, потому что он не держал нос по витру, он, видимо, пребывал до определенного времени в собственных иллюзиях, несмотря на то, что задел у них был довольно-таки большой, я буду позже говорить про историю джава-скрипта, и там будет немножечко, опять же, про соревнования вот этих браузеров, и так далее, поэтому следите, следите за повествованием. Окей, окей, так вот, я о чем говорил-то, о том, что, короче, лишь в 95-й винде, чтобы как бы конкурировать с Netscape, видишь, мы видим, что действительно, пацаны из Netscape уже немного по ситхам, по Дарту Вейдеру начали зазнаваться, и рубить всех мечами дико, пацаны из Билл-Гейтсовской конторы решили конкретно пойти, делать все бесплатно, сделать интернет-эксплорер просто приложением к винде. И сделали вместе с выходом 95-й винды просто браузер, бесплатный интернет-эксплорер, которым можно выходить в интернет легко. И, как я понимаю, на тот момент, все-таки вот этот интернет-эксплорер, хрен знает какой версии, я не знаю, какая там версия была, он уже считался, в принципе, достаточно хай-течным, ну, по тем временам. Здесь, кстати, написано, что 7 декабря, когда они решили сделать бесплатно, это годовщина Pearl Harbor, и Билл Гейтс неслучайно выбрал эту дату, просто в этот день СМИ готовы, так сказать. Оу-оу-оу, так сказать, распространять. Вот, да, и именно тогда он решил это сделать, чтобы вот, ну, хайпануть, короче говоря. Ну, короче, он тоже знал, кстати, он тоже эффективный менеджер был. Ну, да, вот. Дальше мы, в принципе, знаем, что было с Недскейпом. Недскейп потихонечку от такого мощи, от такой мощи загибался. Кстати, я не очень понимаю по поводу, вот здесь будет кусочек, где именно противостояние, вот эта война браузерная, была очень видна тем, что, короче, чуваки из Microsoft набухались, видимо, по поводу того, что как у них классно все в интернет-эксплоре и по поводу презентации премьеры своего браузера, так скажем, бесплатного. Набухались и подъехали на тачке практически как в GTA и скинули к Недскейпочам знак интернет-эксплора, огромный большой знак ИЕ, практически фонтан. Чуть ли не насрали им фонтан. Вот, скинули им, на что, собственно, сами Недскейпочи тоже что-то им сделали, я уже забыл, что. Вот. Короче, они с друг с другом прям открыто открыто выступали против друг друга. Вот. Тем не менее, Недскейп, естественно, не выдержал этого всего. Я так понимаю, что они каким-то образом относятся к Mozilla. Люди, которые Mozilla основали, многие из них выходцы из Nedscape Communications или как там их компания называлась. Ну вот. В том числе, например, Брэндон Айк, который придумал JavaScript. Но, видимо, в любом случае, всегда людям, особенно в интернете, всегда есть люди, которые хотят некой свободы от корпорации. Всегда есть. Да, есть вот эти вот лихие, как мы их говорим, мятежные духом. Да, мятежные духом чуваки, которые любят знакомиться с WannaCry поближе и которые любят Darknet и всякое такое. Вот эти люди, они всегда любят свободу, всегда любят какие-то разработки, исследования. Поэтому, собственно, Firefox очень сильно так выжил и поднялся на своем Firebug и т.д. и т.п., потому что он был очень сильно для подразработчиков заточен изначально. Слушай, мятежный, я думаю, важно отметить, что в четвертом, например, Netscape Navigator был набор инструментов, его назвали Netscape Communicator, в котором были инструменты для электронной почты, IRC и новостей. Представляешь, IRC целый встроили в браузер. Ну, электронную почту, ладно, то есть, как бы у Mozilla тоже потом этот Thunderbird появился, отдельный клиент для почты. А вот IRC и новости, это прям круто. И, ну, многие, естественно, встретили, ура, ура, круто, все в одном месте. А кто-то, наоборот, решил, что вот теперь-то браузер раздутый, громоздкий и жрет, наверное, целые там 32 мегабайта оперативки, которые лимитом являлись в тот момент. Там 32 гигабайта, я думаю, было на жестком диске. Вот. Короче говоря, вот такая история. Я даже не знаю, если честно. Были, вот, когда Google начали делать свой Google Chrome. Да, будет, это же где-то у меня будет, по-моему. Вот. То есть, как они вырубились? Это, представляешь, нужно рынок-то было под себя подминать? Да, вот здесь написано, Microsoft заплатили, например, большим веб-порталом, таким как IOL, чтобы подтолкнуть пользователей к IE. Чисто сверху всплывающее говно, а лучше всего просматриваться в IE. Тем более, что именно тогда, вот в этот период, и появились вот эти пометочки в футере, лучше всего просматриваться с Netscape, лучше всего просматриваться с Internet Explorer. Причем, раньше они не были лишены смысла, потому что не было никаких стандартов, ни CSS-ов, ничего, и там реально надо было адаптировать под каждый из этих двух браузеров. Так вот, иронично то, что Microsoft платила AOL за то, чтобы подтолкнуть пользователей к IE, и сейчас, когда заходишь на Netscape.com, попадаешь на AOL. Ну, это значит, поработили. Видимо, они так, большая рыба-гувер их сожрала просто, и все. Ну, это страшно, если честно. Хорошо, что они хотя бы в Mozilla выжили, согласись. То есть, есть какие-то мятежные духом чуваки, которые все еще в Mozilla, кстати говоря, практически непонятно, на какой основе они там денежки зарабатывают. Кто, Mozilla? Да. Ну, фонды их финансируют, я так понимаю, плюс у них уже есть какие-то коммерческие проекты, поэтому... В том числе и реклама. Ну, у них есть много всяких других сервисов, типа, как знаешь, раньше почтовый клиент Mozilla-овский был, вот этот тот. Да-да-да, он и сейчас есть. Thunderbird или как-то. Да-да, есть, говоря, вот такая вот браузерная война была в 90-х. Я думаю, можно переходить к следующей новости. Я пытаюсь посмотреть, где здесь сам конец сказан. Да, в ноябре 98-го Netscape был продан AOL за 4,2 миллиарда долларов. Инстаграм, насколько я помню, купили за 6, WhatsApp за 2 миллиарда. Так что Netscape еще неплохо, так сказать, продалься. Хотя казалось бы, что там продавать? Ну, какие-то наработки. Ну, видимо, да. Это был конец эпохи, как выяснится, начало конца. Netscape продолжал выпускать новые версии своего браузера долгие годы. Но по мере того, как их приоритеты смещались в сторону корпоративного программного обеспечения, браузер страдал. В конце концов, Microsoft захватил почти полный контроль над рынком. Я это сейчас сказал, знаешь, как вот в Fullout. Ваши действия повлекли над тем, что такое-то поселение полностью было уничтожено. И все упоминания о нем были развеяны по радиоактивной пустоши. Вот здесь примерно то же самое. Билл Гейтс развеял все упоминания о Netscape-навигаторе, но мы-то помним, что называется. Да. Я, кстати, залайкаю обе вот эти вот русские статьи для Дмитрия Мананникова, которые он перевел. Нифига. Все. Вот как-то я посчитал нужным. Хотя, конечно... Ну и чанно и перевелся. Почему разнообразие браузеров полезно для веба, объясняет Питер О'Шонеси с командой Samsung Internet. Это тоже нейрон-инсомниус, только уже, ну, где-то, я так думаю, двумя неделями позже. То было 20 июня, а здесь 3 июня. Это уже другой инсомниус? Уже не тот, конечно. Не тот, что мы знаем. Более взрослый? Не тот, который с первого выпуска все подкасты посмотрел, а уже переродившийся. Ну-ка. Эта статья уже можно видеть, что за лайки на мною. Питер О'Шонеси. Такое вот, практически О'Хонеси. Написал нам статью, почему именно... Сбился я. Короче, он создатель браузера Samsung Internet. Один из. Че за браузер? А мы с тобой уже, между прочим, в нашем подкасте обсуждали. Дефолтный браузер на андроидах самсунговских. Чтоб ты понимал, это, опять же, ну, как водится форк хромиума. Так. Но, вот, например, этот Питер, он говорит, что вот вы все думаете, фу, опять очередной форк хромиума, какого хрена. А если вы, говорит, посмотрите релиз ноуты хромиума и пул реквеста, то наша самсунговская команда так-то до хрена над ним работает. То есть мы, как бы, говорит он, полноправные форкеры хромиума, потому что мы имеем право его форкать, потому что мы вносим в него большие... Клады. Да. Кстати, кроме меня, эту статью залайкивал еще и Крис Койер. Я среди 230, в том числе, и Криса Койера. Самого? Я прям на острии атаки нахожусь, как хип-хоп маньяки. Так вот, и на самом деле он нам здесь говорит о том, что должно быть до хрена браузер. Потому что, вот, есть, говорит, такие цитаты, давайте попросим Microsoft перестать работать над Edge'ем, и все будет круто. Давайте просто все поставим Google Chrome. Я, говорит, вот вчера увидел этот твит, и я, говорит, все еще не понимаю, почему люди вот так думают. То есть, говорит, я могу встать на их место? Да, звучит в теории прикольно. Меньше тестить, меньше какой-то неконсистенси, меньше багов. То есть, все выловлено в одном месте. Но, во-первых, вы забываете про юзеров. Ну, то есть, есть юзеры, у которых реально там закладки в Firefox'ом с браузера сохранены, и как бы не хотят они в Google Chrome перенести, но даже, даже, если, допустим, какой-то вот, как вот, когда создаешь Apple ID, или там, когда только активируешь Apple телефон, он предлагает из Android'ов все перенести. Ты вводишь свою Google-учетку, у тебя уже все контакты так, как будто ты айфоном и пользовался все это время. Вот, даже если предоставят какую-то утилиту безболезненного перехода на Google Chrome, все равно будет не очень, потому что еще Стив Джобс 2004-м сказал, а какой смысл будет фокусироваться на своем продукте, на том, чтобы сделать его лучше, если нет конкуренции? Нихрена себе. Ну, то есть, можно будет просто забить хрен, сидеть, и у тебя все равно будут покупать, потому что ты один. С одной стороны, да. Но, с другой стороны, был же человек, который хотел всю планету захватить. Кто? Да, неважно. Ну, был такой, в сороковых там. А, этот? И, казалось бы, он же хотел лучше сделать. Типа, ну, для себя. Для себя, что художе. Вдруг, если бы, допустим, Хром захватил всю планету, так, вот, то было бы только лучше. Не было бы, они бы начали стагнировать. Ладно, он пытается нам дальше это пояснить. Я просто, знаешь что, эта же тема, получается, перекликается с той, где чувак хотел отказаться от Хрома. Помнишь? Да, да, это все, все больше людей об этом говорят, и да. Пожалуйста. Так, и вот здесь он хвастается, что на самом деле мы, говорит, до хрена для Хромиума это делаем. Не надо, говорит, нам говорить. Например, мы очень активны в имплементации сервис-воркеров, так, веб-платежей и веб-виар. Ну, допустим. А есть такие вот технологии, как веб-виар. Это самые популярные технологии на данный момент. Вкладывают прям в топовое, прям на острие. Возможно, опять же, если бы наш подкаст выходил не просто в VR, как сейчас, а в веб-виар, все бы развернулось совсем по-другому. Мы еще не достигли таких технологий. Даже заплатить некому, чтобы такое нам сделали. Еще просто попросту только вот в Samsung интернете бы работало. А на этих людей мы никак не ориентируемся. И вообще, говорит, есть Диего некий, я не знаю, тут ссылка на него. Диего Марадон. Диего Гонзалес. А, окей. А тоже Samsung Developer Advocate. Его коллега. Как он сказал, что мы, говорит, разрабатываем не для разных браузеров, мы разрабатываем для веба. Вот такая вот умная фраза. И поэтому, если вы мечтаете о том, что есть всего один движок для рендеринга, то, говорит, вы просто не понимаете, что технологии, они вот такие вот долгоиграющие, они разношерстные, им нужно видеть прочтение разных людей на эти технологии. Ну, вот условно. Есть какая-то спецификация веб-виара, текстовая. Пусть все попробуют по-своему ее имплементировать, и в споре, так скажем, родится истина. И здесь опять же он говорит, что это же и есть вот самая главная вот вещь веба, о том, что это бардак, что это красивый, гибкий и очень мощный бардак. То есть, если бы это не было бардаком, то вот, может быть, не родилось бы каких-то там крутых вещей, каких-то крутых оптимизаций, ну и было бы скучно. И вот я, когда к этому готовился, я тебе сказал, что у меня будет интересная метафора по этому поводу. Ну-ка. И она относится к футболу, например. То есть, вот в Кубке конфедерации, который уже закончился, ввели такое нововведение, бросить за это, в то, как видеоповторы для судей. И это полное говно, на мой личный взгляд. Футбол потерял свою изюминку. Об этом ты говорил или в прошлом подкасте, или в позапрошлом. Но продолжай. Вот дерьмо, я повторяюсь. Как так? Я думал, я помню точно все, что я... Да никто не помнит, все равно, кроме нейронов, я не сомнился. А вот, футбол потерял свою изюминку, и нельзя уже больше, просто, когда судья не увидел офсайт, и наша сборная проиграла, сказать, ну, это футбол, что, так бывает. Уже все, нету фразы, это футбол. Уже будет, это хреновая мать ее машина, не увидела там, что, повтор. Не, ну подожди, подожди. Если машина, так скажем, даст возможность абсолютно чистейшим футболом заниматься. Здесь уже не будет такого, что судья проморгал офсайт, и забили гол из офсайта, и он засчитал. Ну, это неинтересно уже, это, тогда пусть роботы уже играют, и соревнуются не люди, а соревнуются технологи, как они более хороших роботов сделали, которые бегают, прыгают там, и ловят мяч. Ты имеешь в виду, я Криштиану Роналду. Вот да. Афемотив, я Месси, я женился на подруге своего детства. Отлично, так, продолжай. А я гей. Ну, ну, и? А ни для кого, и не секрет, давно. Сколько людей, столько именений, сколько людей, столько, сколько браузеров, столько и имплементаций, и в этом и плюс. И когда уже есть какой-то, какая-то фича, всегда можно сказать, а вот в этом браузере она работает лучше, посмотрите, идите и поравняйтесь на Safari. Ну, то, как они поддержку индекс DB сделали через два года после всех остальных. Вот в этом-то, собственно, и суть статьи. Мулька, я бы даже назвал. Мулька, да, мулька. Ты не бойся слов таких. Я, знаешь, вот обычно не позволяю себе, но здесь в подкасте, ладно, Алина не слышит, можно. Мулька. Разок можно сказать, да. Так. Все, конец, я не знаю, что еще здесь сказать. Блин, ну классная статья, классная. Мне, я поддерживаю, пусть будет много браузеров, здоровая конкуренция, это всегда хорошо. Всегда можно пользоваться хипстерским браузером и выпендриваться этим. И говорить, а, вы что, вы там, хром, фу, слишком попсово. Я пользуюсь нон-конформистским Safari. всегда будет человек, который сидит на каком-нибудь Флоке, извините за ругательство, и будет говорить, что у него самые true скорости на этом. Да, он жрет меньше всего оперативки. И это, это же, где, я сегодня, мимай всегда кидал шуточку, что, или это ты кидал. Аноним говорит о том, что, вот там, у меня на Windows XP там не пойдет, надо пойти и установить с дисков там что-то там. Че, слушай, я уже забыл. Твою мать, и надо сходить в магазином за дождик. А, ну-ну-ну-ну-ну. Че это было-то? Кто кому кидал? Блин. А, все, я вспомнил, да, но это длинная такая большая хреновина. это я кидал. Но это же, да, это же самая тема про то, что я супер вейпер, там, у меня закончилась жижа. Это же то же самое, только просто переделано. А, да, это как бы не, вот это просто такой прикольчик. Ну вот, вот этот прикольчик, он как раз рассказывает про вот этих мета-людей, которые все еще там, у которых все еще не 32 гига оперативки, а 8 или там 4 или 2, и они все еще беспокоятся о том, что хром у них там все это жрет. И вот флоком пользуются, хотя, наверное, флока уже нет. Это же был какой-то легкий фаерфокс. Он вроде как не обновляется, по-моему, уже вообще. Наверное, ты можешь его иметь на своем комплюкте? Ой, но он уже не обновляется тысяч миллионов лет. Дата выпуска 2005, сейчас я посмотрю. Я думал, это форк просто, да, исползался движок Гекка от Мозилы, и да, последняя версия была в 2011 году, и состояние закрыто. Напишите в комментариях, кто пользовался флоком и гордился. А, причем нет, больше тебе скажу. Третья версия флок уже после 2011 уже была на хроме. Скатились. Но все равно они закрыты. Но они все равно гордились, наверное, что они сами быстрые сами. Ну, в тот момент, видимо, да. Open Web Award в 2007 выигрывали, верните, мой. И три награды в 2008, я их не буду перечислять, но они, видимо, они гремели в свое время. Ну, было, было. Чего греха таить? Было. Ты, я просто помню, пользовался. Я пользовался, причем, по-моему, он поэтому и быстрый был, потому что на нем ни хрена не было. То есть он, по сути, был тем же самым хромом, но в нем как-то все просто ни хрена не было, и все. А, нет, тем же самым Firefox. Я вот, когда еще про него слышал, когда я на форумах сидел, я прям знал, что это просто быстрый Firefox. Поскольку Firefox я не пользовался, на флок мне было как-то насрать. Здесь написано, что особенностью была интеграция социальных сетей и Web 2.0 в пользовательский интерфейс. Социальных сетей была интеграция. Какие там социальные сети были, а? Facebook, Twitter, я вижу Flickr, YouTube, и LinkedIn уже тогда самый великий из всех. Да. Одно кольцо управлять всеми, вот это LinkedIn. Окей, что там в JavaScript? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я-то думал, как-то пронесет. Нерон Инсомниус нам предложил две темы про JavaScript. Первую интересно будет рассматривать, вторую неинтересно. Слушай, знаешь что? Могло пронести, пронести, могло. Знаешь, как в школе вдруг не спросят? Ну. Если бы мы это в громкой теме не сказали. Если бы воду в школе отключили. Да. Если бы мы это в громкой теме не сказали. Да. Первая из новостей, не все JavaScript, объект. Это перевод от Дэниела Ли. Перевел некий Роман Пономарев, не знаю, зачем я его назвал. Но это на медиуме. Возможно, он хотел остаться неназванным, да. Ну да, это на медиуме. Я даже ее и залайкал. Ну-ка. Эпиграф. Те, кто хочет просто получить ответы, не стесняйтесь, сразу переходите к итогов в конце заметки. Так, может, перейдем? Не, это интересная статья. В отличие от следующей. В отличие от всех остальных, которые у нас были? В отличие от всего остального нашего подкаста и двух предыдущих выпусков. Ну-ка. Ну-ка. В JavaScript много путаниц. Да ладно, нахрен. Все спорят, является ли он ООП, объектно-ориентированным языком программирования или функциональным? Или ААП? Почему-то мне захотелось. Да. Как бы открытым акционерным обществом или закрытым? JavaScript может работать и так, и так, знаем мы с вами. Мы же не понаслышке там пару подкастов назад говорили про функциональщину в JavaScript. Нас еще все критиковали, что ни хрена мы не смыслим. Это вы ни хрена не смыслили и мамки ваши ни хрена не смыслили. А у нас все в порядке. Ну это ты перешел к наступлению. Так вот. Все ли в JavaScript объекты? Что насчет функций? Заметка эта расставит все на свои места. Начнем с самого начала. Есть 6 примитивных типов данных. Я пока конфетку. Это вы сейчас как отчинаж должны все знать, уважаемые подписчики. 3-6 примитивных типов данных. Давайте, я дам вам 2 секунды. Вы уже написали себе на бумажечках правильный ответ. Он такой. Булевые значения. True, false. Это первый тип данных. Второй это null. Третий undefined. Четвертый number. Пятый string. Шестой символ. Символ появился только в ECMAScript 6. Блин, вот про символ забыл. Остальное все знаю. Не говорите, что... Мы и рассказывали в нашем подкасте уже про отличие символ от string. И вообще о том, что это и как это. Number, чтобы вы помнили, это 64-битный флот. В JavaScript нет никаких целых чисел. Все являются вещественными. Так. В дополнение к 6-ти примитивным типам стандарт ECMAScript также определяет тип объекта, представляющий свой хранилищик ключей. Key value полный. Ну, знаменитый. Определяется вот так. Объект равно, кудрявые скобки, ключ, значение. Значение обязательно в кавычках, если это строка. Причем валидным JSON является, когда и сам ключ тоже в кавычках. Царястики, но вот так. То, что здесь написано, это не валидный JSON. Я не знаю, в чьей это огород камень. Дэниэла Ли или там Панамарёвыча. Или Дэниэла Рэдклиффа, например. О, и у него там все. Он с конями уже там сексом занимается. Все, что не является примитивным типом, является объектом в JavaScript. Включая функции и массивы. Как бы на чешский переходишь. Естественно, на восточноевропейский. Видели ли вы какие-то функции или массивы в 6-ти примитивных типах? Нет, не видели. Значит, это объект. Правильно. И мы можем это проверить с помощью... Хочется сказать ключевого слова. С помощью instance of. Это что сейчас началось? Вот такое есть слово. Если мы вернем true instance of object, мы получим false, потому что это примитивный тип. Null undefined, ноль и строку bar все вернет false, если мы сделаем instance of object. но, например, если мы в фу запишем function, то это object. То есть все функции это объект. Царясики, чуваки. Если вы пытались узнать здесь что-то другое, то я вынужден вас разочаровать. Что касается примитивных типов, они не имеют метод... Не имеешь меня. Я не могу. У меня как-то пражичка. У тебя сбивается. Я как-то прям вот... Мысленно я уже на старом месте. Под часами их вот этими красивыми стою. Ну ты смотри, чтобы тебя прибожик какой-нибудь не скушал. Согласен. Это прям будет... Уже нет, нет. Поэтому вы никогда... Все уже, я погнал. Но? Так вот, методов нету примитивных типов. Никогда не встретите такие выражения, например, как undefined toString. Попросту не бывает такого. ToString работает только с объектами. Кроме того, из-за этого примитивные типы неизменяемы. Они являются immutable. Что хорошо для функционалки. Почему? Потому что даже если вы переназначаете примитивный тип переменной, который через const был сделан, answer равно 42, потом вы делаете точка foo bar, все равно, когда вы вызовете точка foo, то будет полный undefined. Они неизменяемы в данном смысле. То есть здесь нам палочками и колбочками выделены основные положения. Предыдущее было, что все функции объекта, новое положение, примитивные типы неизменяемы. Примитивные типы также хранятся как значение, в отличие от объектов, которые хранятся в качестве ссылки. Поэтому есть вот это строгое сравнение, strict, 3 равно. Если мы сравниваем два примитивных типа, оно может быть true. То есть если dog равно dog, строго равно, это true. 14, строго равно 14, это true. Но пустой массив, строго равно пустой массив, это false, потому что два этих пустых массива размечены в разных ячейках памяти и ссылки указывают в разные места. То же самое с пустыми объектами и с функшенами. Итого, следующее положение. Примитивные типы хранятся по значению, объекты хранятся по ссылке. Все их важно запоминать. Сейчас ставить наш подкаст на паузу, выписывать на бумажку и как стикер на пробковую доску себе клеить, где ваши мудборды все хранятся, когда вы крутите спиннер, там стоите. Функции. Функции это особый тип объекта со специальными свойствами. Например, constructor и call. Что это значит специальные свойства? Их можно конструктировать через new и call вызывать через, ну, скобочки, стало быть. Так вот, const foo равно function buzz, foo name, foo, foo length 1. То есть, если мы, короче, определяем мы функцию, у нее есть уже свойства встроенные. Например, name, length и так далее. К обычным объектам мы можем добавлять новые свойства. К функциям. Если не было определенного свойства bar до этого, мы ему присвоили значение buzz, после того, как мы его запросим, оно нам выведется. Это делает функции объектами первого класса. Мы об этом обсуждали, когда говорили про функционалку, потому что их можно передавать в качестве аргументов в другие функции, как и любой другой объект. То есть, мы можем вызвать функцию от функции, чтобы вызывать функцию от функции в твоем автомобиле по West Coast Customs. И будет нормально. Методы. Метод – это свойства объекта, являющиеся функцией. То есть, это свойства, у которого значение – это не какой-то примитивный тип или там другой объект, а это все-таки функция. Функции конструктора. Если у вас есть несколько объектов, использующих одну и ту же реализацию, можете поместить логику внутри функции конструктора, для того, чтобы, так сказать, не дублироваться. Она ничем не отличается от любой другой функции, кроме того, что используется в качестве конструктора ключевое слово new. Итого, основное, еще одно главное положение, любая функция может быть функцией конструктора. Например, мы определяем функцию foo за главной буквы, как пустой function. Мы бару присваиваем new foo. У нас бар получает полностью все свойства функции foo. И если мы проверяем через instance of, то бар является инстансом и объекта foo, объекта тире функции, и объекта object. Стало быть, вы можете использовать this внутри тела функции, чтобы назначать новые свойства этому объекту. Хотите сделать много объектов с свойством bar и его значением buzz, создаете функцию конструктора foo, в которой вы инкапсулируете this bar равно buzz, и любому дерьму присваиваете new foo, и у него bar равен buzz. Не повторяемся. Один раз функция конструктор, ее все, так сказать, поведение присваивать можно бесконечному количеству других объектов. Это следующее положение. Вы можете использовать функцию конструктора для создания нового объекта. В принципе, уже практически OOP, OOP, но вот немножечко с душком, с привкусом джаваскрипта. Вот такой восточный привкус, как у некоторых пряностей. Главное, чтобы не сточный, как канава. Так вот, запуск функции конструктора такой, как foo без new, запустит foo как обычную функцию. То есть, если ее без new сделать, то мы не присвоим другим объектам все свойства и методы этой функции, а мы просто ее выполним. То есть, foo скобочки, она отработает. this внутри функции будет соответствовать контексту выполнения. Где запустил, там и будет this. И, и. Вот, допустим, функция foo, которую мы уже объявили, у которой this bar присваиваем buzz, если мы ее просто выполним, вот просто напишем foo, то она к объекту window, а это именно тот объект, который по умолчанию выполняет все дерьмо, которое мы пишем в джаваскриптовой консоли, именно к объекту window в свойство bar она запишет buzz. То есть, мы, грубо говоря, конструктор foo присваиваем к window. Вот так вот будет, если просто ее выполнить. Так вот, и, ну и, собственно, наоборот, если запустить обычную функцию в качестве конструктора, то она обычно возвращает новый пустой объект, как вы уже и видели. То есть, конструктор, ну, здесь есть пример. Дальше, больше, а мы пытаемся разобраться, и напоминаю, это еще интересная тема. Я сейчас прям, у меня кураж, я его словил. Да, бомбей. Ты чувствуешь? Я, да, отсюда даже чувствую. Вот. Объекты оболочки. Путаница возникает из-за таких функций, как string, заглавных бокс number, boolean и function, которые при вызове с new создают объекты оболочки для соответствующих типов. Есть у нас, мы уже вначале сказали, примитивные типы, они не являются объектами. Но, но, эти примитивные типы, мы для них сможем создать объект оболочки, который будет как бы маскироваться под примитивный тип, но по факту являться объектом. Например, string, глобальная функция, создают примитивную строку при передаче аргумента, она пытается преобразовать аргумент в строку. Мы можем в нее передать хоть что, хоть массив, хоть объект, хоть undefined, например, и она нам вернет, допустим, если мы передаем в string number 1337, то есть lead, она нам вернет строку lead. Если мы передаем string и передаем туда примитивный тип undefined, нам возвращается строка undefined. То есть мы просто, ну, как int to str, практически, php-шный, только вот просто string. Если мы будем смотреть type of выражение string в кавычках dog, то это будет просто строка. И когда мы сравниваем strictly равно строку dog с тем, что возвращается от метода string от dog, будет true. То есть по факту объект, ой, точнее функция string возвращает примитив, примитивную строку. Также можно использовать в качестве функции конструктора. И вот тут уже хреново. Что хреново? Если мы petу присваиваем new string dog, то type of pet это object, это не примитив, это будет объект оболочка. Именно это и называется объект оболочка. Тот объект, который мы создаем с помощью функции string, number, boolean, function и так далее. Их на самом деле много. Если их просто вызывать, они создают примитив, если их вызывать как конструктор, они создают объект оболочку. Потому что уже когда мы сделаем type of pet, он равен object, pet не будет strictly равен dog, потому что pet это объект оболочка, а dog это примитив. Добро пожаловать в JavaScript. Слушай, ты так увлекся, что мне кажется, тебе нужно обе руки положить на стол. Я не вижу одной из них. Ну-ну-ну. Я тогда не так задорно буду рассказывать. Ладно, хорошо. Так вот, если мы объект оболочку, так сказать, прорингенируем, то у него будут такие свойства. 0 это d, 1 это o, 2 это g, и length это 3. Вау. Да. Все. Никакого вывода почему-то нет. Но должны мы знать, что функции string, number, function и так далее, если просто вызываются, возвращают примитив, если конструктором является, возвращают объект оболочку. Дальше идет автоупаковка. Страшное слово, автобоксинг. Практически как анбоксинг, только наоборот. Знаешь, как вот есть анбоксинг, а есть ангинк инбокс. Это как бы наоборот, автобоксинг, да. Интересно, что конструктором как примитивный строк, так и объекта является функция string. Вау, да. Хоть она и одна, по факту, как и по-разному вызывай, будет выдавать разные. Так самое интересное, а казалось бы, куда уже интереснее. У меня сейчас просто мозг взорвется от того, как мне охренительно круто. Интереснее, если вы можете вызывать метод конструктор от примитивной строки. Ё-моё. То есть, например, в pet присвоить new string dog и мы уже знаем, будет объект оболочка. И к нему сделать pet.constractor будет, внимание, взрыв примитив. Мы можем через вот такую цепочку сначала с помощью конструктора сделать не примитив объект оболочку, а из объекта оболочку выудить методом констрактор примитив. Ё-моё. Я не знаю, зачем это нужно, но мы можем. просто потому что можем. Просто потому что могу. Да. То есть, примитивные типы, внимание, не могут иметь методов. Мы это уже выясним, что они не объекты. Но объекты оболочки могут иметь методы. И из объекта оболочки с помощью метода конструктор всегда можно применить примитив. Это называется автоупаковкой. То есть, что автоупаковка это когда вы пытаетесь вызвать свойства или метод для определенных примитивных типов. Оно сначала делает временный объект оболочку, получает доступ к свойству метода, не затрагивая сам оригинал. Пример. В константу фур мы пишем бар. Это примитивная строка. Но если мы вызываем фу.ленд, она нам возвращает три. И после этого сравниваем фу с баром будет true. То есть, в фу остался примитив. Но когда мы сделали фу.ленд, он создал временный этот объект оболочку, у него посмотрел ленд, выдал нам три и забыл про него. Фу остался примитив от строки бар. Просто майндбловинг. Если честно, башку сносит. Я, да, я просто вот я считаю это главная тема нашего сегодняшнего подкаста. JavaScript могуч он гоняет стаи туч. Так назовем? Да. JavaScript упаковывает фу в объект оболочку. Я сейчас академическим языком скажу то, что я вам на своем восторженно-кривом русском сказал. JavaScript упаковывает фу в объект оболочку, получает доступ к свойству ленд, после уничтожает его. Делается без изменения фу. Да. Это также объясняет, почему JavaScript не возмущается, а казалось бы, он возмущен, но не возмущается. Когда вы пытаетесь присвоить свойства примитивному объекту, потому что присвоение типе. Ну, здесь то же самое. Мы в фу записали 42 number, фу.bar применили базу, присвоение выполнилось. Нам JavaScript компилятор, ну не компилятор, все-таки интерпретатор, сказал, нормально, нет ошибок. Но если мы вдруг фу.bar спрашиваем, он говорит, undefined, друг, у временного объекта оболочки на тот момент все получилось, а у тебя уже не получится. Вау. Он будет возмущаться, правда, если вы проделаете это с примитивным типом, не имеющим объекта оболочку, таким как undefined и null. Если все вот это вот применить к undefined или null, у него нету соответствующего метода, типа string, для, соответственно, примитива string, который делает объект оболочку. У undefined и null нет объекта оболочки. Представляешь, как хреново быть nullом. А будет, если мы фу запишем null и фу.bar при своем базе, будет ошибка интерпретатора. Не могу, говорит, установить set property bar null. Все. Итого, загибайте пальчики, внимательные слушатели и зрители. Не все в JavaScript объект. Все, кроме примитивных типов. А в JavaScript их всего шесть, этих примитивных типов, причем символ появился только в JavaScript 6. все, все, что не является примитивным типом, является объектом. Да. Функции особый тип объекта могут выступать как конструкторы. Это, кстати, пятый пункт. Блин, я опережаю сам автора. Функции могут использоваться для создания новых объектов. Шестое. Строки, булевые значения и числа могут быть представлены в качестве примитивных типов в качестве объектов. Охренеть. Определенные примитивные типы, строки, булевые значения и числа, те же самые, которые могут быть влече в JavaScript автоупаковки. Окей. Все. Вот такая новость про JavaScript. А вторая, вторая, вторая новость. Это краткая история. Кого, простите? От JavaScript. Казалось бы, мы уже просто должны оскомину она должна набить. Слушай, мы историки моды, получается. И кадила гламура. Ну-ка. 24 января это еще было все написано. Николас Бивакуа. Бивакуа. И я не буду. Он кратко написал. А я еще кратче скажу. В 95-м году JavaScript был маркетинговой игрой, как мы там уже знаем. Как и сейчас. Естественно. Для того, чтобы вырваться вперед в гонке вооружений, то есть браузеров. В Netscape пригласили Брэндона Айка. Смотри, как у нас все связано. Когда наши с тобой редакторы, продюсеры, менеджеры и директора готовили эти темы, они не просто так это делали. Блин, еще бы с Петей связать. С этим ничего не связать. Это просто стендалон блок, который у нас теперь будет в каждом подкасте. Как там Петя? Как что там у Хохлов, только что там у Петьи? Ну и у Миши. Да. То есть, опять же, что там у Хохлов. Идем дальше. Брэндон Айк, его привнесли в Netscape для того, чтобы он сделал какую-то функциональность для программирования, но для браузеров. И, естественно, хотели, чтобы менеджмент, а был менеджмент в 95-м году, Netscape, и он пытался что-то еще там говорить. Пусть, говорит, выглядит как Java, и все было бы прям круто работало. За 10 дней Брэндон Айк сделал прототип JavaScript, назвал его Mocha. Ну, Mocha, естественно. Но. Это важно знать. Сейчас вот этот фреймворк, который есть для тестирования, кажется, он, по-моему, Ну, Mocha, JavaScript. Тестинг, да? Unit Testing. Fun Simple Flexible JavaScript Test Framework. Смотри-ка, волокуюсь, что-то могу, знаешь. Сечешь? Смекаю, я бы даже сказал. Вот. Он, не было тогда ни массивов, ни хрена. Ну, блин, много всякого было. А, я даже не буду перечитать все, чего не было. Но, но, в JavaScript его ребренднули только в Netscape навигаторе 2.0. До сих пор торговая марка принадлежит Sun, ну, то есть Oracle нынешнему. Смешно, да? Конечно. Когда его стандартизировали, поэтому пришлось придумать ECMAScript, потому что стандартизировать именно под маркой JavaScript нельзя, она была куплена. Самое тупое, а бывает тупое, что в конце 95-го был серверная интерпретация JavaScript. Нода была? То есть, типа ноды уже было тогда. В Netscript Enterprise сервере она была, называлась она LifeWire. Здесь даже есть отдельная ссылочка, чтобы прочитать про это. В 98-м году это было. Охренеть, уже тогда просто майндбловинг продолжается. Был серверный JavaScript. Не в том виде, в котором он есть сейчас, а лучше намного. Но да. А Microsoft, чтобы ты понимал, в E3 в 96-м году сделали J-скрипт. Так. Сейчас-то уже никто и не знает. И он работал в EIS, в майкрософтском веб-сервере. Тоже на сервере. То есть, у них тогда уже была, так сказать, битва серверных языков программирования, а которые почему-то, это знаешь, это как, вот мы все знаем, что видеокассеты были VHS. А вот VHS, это же тоже выиграл в какой-то момент формат. Причем, ну, сейчас уже романтизируют и говорят, что из-за того, что порнушники выбрали VHS для своего контента. Не, ну как романтизируют? Правду говорят. Ну да. Просто все, что касается порнушников, это романтика, на мой взгляд. Согласен. Романтика в самолетах, романтика на VHS. А с чем выиграл это, кстати, напомни? Помнишь, как назывался? Я нет. Я тоже не помню. Я и не знаю. Хренонес какой-то. Да подожди, VHS выиграл, я прям по-русски напишу, выиграл кого? Так же, как Blu-ray выиграл в свое время. У HD DVD, это я еще помню, это был 2005-2006. И это было по факту еще и борьба Xbox 360 и PlayStation 3. Потому что PlayStation 3 поддерживал Blu-ray, а к Xbox 360 можно было докупить HD DVD-шный привод. Тупняк, да? То есть в PlayStation 3 была из коробки поддержка, а для Xbox 360 надо было что-то изгаляться еще. Ну и что там VHS это? Да ничего, я к тому, что вот такая же была незаметная, а уже вот про VHS уже никто не помнит. Про Blu-ray я думаю, лет через пять тоже никто не вспомнит, что была какая-то борьба. Все просто подумали, что ну сделали Blu-ray как бы и вот это ну новая какая-то веха. Вот так же и тут. Есть JavaScript, а ему там пытались как бы это JS-скрипт пытался с ним соперничать. Ну все, дальше вся история это о том, как ECMAScript 2 выходил, ECMAScript 3, 3, 1, 4, 5, 6, то что сейчас они называются по номеру года, что ECMAScript 6 это ECMAScript 2015, ECMAScript 7 это ECMAScript 2016 и так далее. Все, больше ничего не интересно. Бабель, хренабель, бла-бла-бла, браузер, саппорт, круто все, нейрон инсомниус, молодец, предлагай нам еще больше этих тем, да выпей чая. Супер. Ты знаешь, что у тебя еще одна тема из разработки, а потом WordPress? Да? Крис Койер празднует здесь годовщину 20-летнюю CSS, у него здесь даже, так сказать, такой мегафон красно-белый с конфетти. У меня мегафон. Ну, не ожидал я, что будет такая вирусная реклама. И он говорит, ни хрена себе, в этом декабре CSS исполнилось 20 лет. Я бы это перевел как етить-колотить. Ядрить твою маковку, возможно, он даже... И говорит, почему мне, говорит, не сказать, не высказаться об этом вообще? Я, так сказать, причастен. Уже 10 лет этим занимаюсь. Тем более, что как раз в этом году 10 лет CSS Tricks, о чем мы убедились, когда случайно забрели на его сайтецкий. Я, говорит, решил вам сказать 5 вот таких вот вех, которые повлияли на CSS и сделали его таким, каким мы его знаем сейчас. 5 вещей, без которых не было бы ни CSS. То есть, оно вроде как бы и исторически, и хронологически, но еще и просто 5, так сказать, феноменов, которые были. Первый Firebug. Казалось бы. Как ни странно. В 2004 дебютировал Firefox, в 2006 вышел Firebug. И выглядел он ненамного отличаясь от нынешних инструментов разработчика в любых браузерах. Даже в Edge. Даже в Edge сейчас иконка Inspect Element точно такая же, как была в Firebug в 2006. Я даже не знаю, это дань старому как бы вот этому стилю. Это дали UX. Уже на подкорке у всех отложилось, что вот так это должно выглядеть. Я не знал. Вот до того, как толстяк нам об этом не сказали, похудяк. Я не знал бы об этом. Поэтому это The Influence Firebug had over the web development was huge. Вот эти комментарии к диджею с этим. Huge, massive, sick dope. Вот Firebug был полный dope и sick. Следующий Chrome. Здесь не сказана хронология. Ну-ка. Chrome 1.0. Я хочу просто знать, когда он вышел. Это тоже было, когда я уже в институте, кажется, учился. А ты еще не учился. Я еще тогда пешком под стол ходил когда. Главное, под себя, чтобы не ходил. В 2008, 12 декабря. Так. Вот. Сейчас найду. Да. Выход говорит, несмотря на то, что Firefox это big deal. Базарение. Да, так и есть. Много повлиял. Chrome просто big. Даже без deal. Huge. Да. Massive. Ему, говорит, 10 лет даже нет. И он ни разу не был встроен ни в одну операционную систему. А все равно больше 50. Мне кажется, вот это вранье. Мне кажется, вот на Chromebook он встроен. Chromebook это и есть Chrome. Там нету, ну там Chrome OS, возможно, она называется. Вот именно. Doesn't ship with any major operating system. Ну я понимаю, да. Ты прям меня ухватил за место мягкое. Как? Не точности перевода. Ты у Chrome сейчас акции упали, да? После этого. Как не был нигде shipping operation system. Сливаем нахрен их акции. И ты сейчас такой говоришь о-о-о-о-о-о-о-о. Звук виниловой пластинки съехавший. Ладно, ладно, работаем дальше. Так вот, нигде не шипился с большой какой-нибудь операционной системой, а больше половины интернета у него есть. Это, говорит, потрясающе. Я думал, Chrome OS это большая операционная система. Major, самый главный. Так вот, говорит, ну и если вы не пугаетесь того, что он отжирает у вас всю оперативку, Chrome это хороший браузер. Это уже толстяк, нам говорит, похудяк. Простите. Даже кроме этого, Chrome является лидером в поддержке веб-всяких стандартов. Супер. Они адаптировали Firebug и пошли еще дальше по Филу Шиллеру с разработкой инструментов разработчика, простите за тавтологию. Поэтому, да, Firefox тоже подтянулся за ним и Firebug, точнее, ну как бы инструменты разработчика уже были из коробки. В Safari вышли свои собственные вместе с веб-китом. То есть, ну, да, Chrome подтолкнул всех и подталкивает до сих пор. Я думаю, не нужно вообще про него долго говорить, поэтому третья веха это CSS3. Давайте, говорит, понимать, что CSS3 это просто маркетинговый ход. Все, что вышло после CSS2.1 это CSS3. Просто тот момент, когда модули начали выпускать по чуть-чуть. Не как CSS2, 2.1 там и так далее большими пластами там по куче там свойств и так далее, а маленькими блоками там Flexbox сегодня, завтра там Box Shadow и так далее и другие transition and transform. Ну, также можно считать и HTML5 получается маркетинговым ходом, согласись? Или нет? Или да? Можно. Можно все. Можно даже нас с тобой маркетинговым ходом. Можно Машку заляжку, Можно нас с тобой маркетинговым ходом считать, но плохим. Согласен. Мы с тобой какой-то вот черный пиар, я бы сказал. Выпук какой-то. Челябинский выпук. На всех полосах завтра появится. Следующая веха припроцессинг. Просто припроцессинг как факт. Как факт. Сам факт вот того, что мы можем наш CSS сделать динамическим. Переменные, миксинги, миксинги, все уже, миксины, вложенности, инклуды. Люди просто вот вскрикнули от того, как все здорово стало. И несмотря на то, что сейчас это уже переросло в огромное количество инструментов для работы CSS, в том числе там всякие пост, CSS и прочие джаваскриптовые приблуды, которые CSS процессят. Препроцессинг это был той вехой, опять же, которая подтолкнула нас к динамическим таблицам стилей. Ну и последняя, так сказать, актуальная веха. Препроцессоры уже становятся мало актуальными, к сожалению. Ну надо нам с тобой понимать, все-таки мы же с тобой чувствуем как надо, просто чувствуем. Вот так. Я чувствую, что Flexbox и Grid, вот новая веха, за ней будущее. На данный момент это очень хайпово, и это прям упрощает построение лейаутов. Я, знаешь, уже может быть 3-4 года, сколько мы делаем наш подкаст с тобой, вообще проект Europe Design, всегда думаю, как корректно перевести слово лейаут. Ну-ка. Я не знаю до сих пор. Ставь лайк, если ты тоже не знаешь, и пиши комментарий, если ты хочешь меня ткнуть носом, как хорошо. Вот, я вот прям пытаюсь сейчас опять в данный момент скрепью мозгами, и не могу придумать. Может быть, потому что ты делаешь 20 минут второго ночи? Неважно, я это делал и в другое время. Не получается. Наше мнение с тобой. Я подписываюсь под каждый из вех CSS, потому что, ну, для нас с тобой все-таки Chrome, когда вышел, мы еще, ну, не работали, наверное, с этим делом. Может быть, ты работал, а мне не рассказывал, но я еще нет. Ты тогда уже в университете был, а я еще в школе. Да, поэтому, какие работы. А вот CSS3-то мы уже застали прям вживую. Это для меня это самая интересная веха. Именно это и повлияло. Но это маркетинг. Ну, вот видишь, значит, мы дети маркетинга. Или маркетинга. Кому больше нравится. Дальше у нас WordPress, тоже мое, да? Супер. Наконец-то WordPress. Я так ждал. Уже опять становится еженедельной наша рубрика. Недель назад было. Что-то начали копошиться в WordPress-е-то, да? Муленвек, потому что велел Gutenberg внедрить в 100 тысяч сайтов. Ты имеешь в виду, он муравейник раскопал? Он прям что-то не работает, пацаны-то. Из ее веб-дизайна уже даже перестали про нас говорить. Надо как-то активизироваться. Gutenberg 0.3.0. За неделю выпустили еще одну версию. Напомню, Gutenberg это замена практически WordPress-овской админке. Это фронт-эндовый редактор страниц, постов и так далее. В 0.3.0 более 50 изменений. То есть они прям реально пыхтят, работают. Каждую неделю новая версия. И добавили фронт-эндовые стили для основных блоков каких-то. Например, вот есть Cover Image Full Width. Вот такой большой хедер с заголовком. Можно на каждую хреновину теперь просто нажать и отредактировать. Как в Medium. Можно добавлять свои кусочки, опять же, вот H3, там, PEM это уже было. Фреймворк для нотисов сделан. То есть вот эти всплывающие хреники. Пост опубликован зелененький. То есть уже кусочки админки уже и в этот в Gutenberg тоже привносят. Он теперь отображает, когда пост сохранился, зашедулился. Ну, например, там, пост сохранен, чтобы выпуститься завтра в 2. Или если он обновлен. Вот такие, такого вида уведомления. И если есть фреймворк для нотиса, значит, его будут использовать и сторонние плагин-мейкеры. And my плагин, baby. Просто плагин-мейкеры. Нихрена себе, мьюзик подъехал. Да. Вот здесь уже есть скриншоты, и прям они уже неплохи. Уже на Medium, мне больше кажется, это похоже. Не то, чтобы Medium для меня был авторитет в фронт-эндовых редакторах каких-то. Но он работает, он уже много лет работает, и, видимо, пользователям нормально это. Как бы, может быть, Twitter, Twitter же владеет Medium. Ну, то есть, они им владели, просто вдруг ты слышал, вчера кто-то перекупил. AOL, например. Я не слышал, мне кажется, они уже разделились. Хотя хреново, но окей. Вот. Короче говоря, может быть, они бы со мной поспорили, стейкхолдеры, потому что уже падает Medium, все хреново, не приносит денег. Но пока работает, можно считать, что вроде как успешно. Работает, не трогай. В общем, они теперь хотят Dragon, а, это уже следующая новость, с Алясики, забежал вперед. 0.3.0 Гутенберг добавляет кучу всякого. Опять же, я вот хотел снять про это видос, про Гутенберг. Во-первых, все еще хочу, во-вторых, я теперь и не знаю, каждую неделю новый видос снимать или дождаться какой-то версии, которая хоть как-то более или менее не через неделю, обновиться. Наверняка надо дождаться хотя бы первой версии. Так кого-то что, первая версия будет, когда будет 100 тысяч сайтов, тогда это уже будет outdated полная, деприкейтед информация. Надо что-то сейчас подсекать. Будет какой-то... Видимо, надо будет держать руку на пульсе и еженедельную рубрику Гутенберг выпускать просто отдельно и все. Как Гутенабен. Да, то есть под вечер. 900 сайтов уже работают с ним, неделю назад было, по-моему, 600. А Муленвег, все 900 это Муленвеговские какие-нибудь порно-сайты, я не знаю. Да. TheFapening.net, например, это же на WordPress сайт. Так, кстати. Вот, вот. Возможно, Гутенберг. Я не задумался, может быть, это Муленвег все замутил. Вирусная реклама в WordPress. Даже вот TheFapening на WordPress. И у него Дженнифер Лоу А он сам сидит, а у него одной руки не видно. Да. 100 тысяч сайтов, он, напоминаю, повелел, поэтому... Повелел? Ждем, ждем. Перстом прям указал. Батюшка. Да. Дальше. Популярные WordPress плагин-мейкеры... WordPress. Они медлят с тем, чтобы добавить поддержку метабоксов в Калипсо. Помнишь ты или нет, а год назад вышла Калипсо. На React'е написанная админка для WordPress'а, которая работала с WordPress'комом. Ну, и по сей день работает, как по сей дон. Уже миллион... А, нет. Простите. Какие миллионы? Миллионы только снится Мулинвегу. Калипсо еще тогда сказал... Твою мать, все. Сам Калипсо? Он про Мулинвега. Сказал, в Мулинвега можно теперь плагины встраивать. Это уже... Сейчас Калипсо это уже какие-то корабли там, пираты уже. Да, это богиня была в третьих пиратах, так называлась. Вот эта баба, которая в ракушке потом распалась. Как Прометей распался на молекулы, вот она на ракушке, на крабов. Так. Вот и Мулинвег... И Мулинвег же с ними. Так же распадается. Он на WordPress сайте распадается. Надо папой. Вот он сказал, что в Калипсо тебе нужно плагины встраивать. И они связались со всеми плагин-мейкерами, у которых было больше миллиона установок. С пати-мейкерами они связались? Тоже, может быть, да. И, например, создателям WordPress SEO, QAst, чем они написали, у них 3 миллиона на тот момент был плагин-юзеров, и те говорят, да как бы нам не очень интересно. Они даже не ответили. Declined to comment. Отказались комментировать. Типа, чуваки, ну что, давайте в Калипсо поддержку своих плагинов запилить. Никто не запилил. Как говорят мужики, молчанием ответила Тайга. Так. И говорит, косвенно это нам намекает на то, что Гутенберг тоже будет как бы долго с ним интегрироваться. А я уже говорил неделю назад, повторюсь сейчас. Если комьюнити не примет этот высер, то не бывает поддержки какой-то нормальной. И не будет ничего. Не сварят каши с Гутенбергом. А следующая новость говорит нам уже о том, что контрибьюторы хотят сделать драгон-дроп в Гутенберге, как во всех нормальных пейдж-билдерах, и сталкиваться со сложностями. Сложности такого плана. Надо делать. А делать всем лень. Поэтому это прям вся новость о том, что надо делать, делать всем лень, и поэтому пока не сделали. Ну, блин. То есть, блин, как-то ты прям реально, ну, есть новости в WordPress. Я офигел сейчас. И я, ну, я просто понимаю, что Гутенберг не взлетит, если не добавит метабокса для плагинов. Да. И опять же, когда я неделю назад готовился к предыдущему подкасту, и была новость про Гутенберг 020, даже в комментариях на WPT, вернее, пацаны писали, блин, а как? Вот мы в админке, был UASCO, а тут его нет. что теперь нам делать? Нахрен нам такой Гутенберг сдался. Так что, я считаю, что я могу говорить из-за комьюнити, в том числе, когда говорю, что не взлетит. А теперь научпоп в НП. Окей. Первая тема научпопа, это как зажигали в космосе. Тема эта, на самом деле, еще с прошлой недели длится. Я бы, если честно, ее длил еще где-нибудь с годок, но, тем не менее, Филипп Терехов, который написал статью гениальную, как зажигали в космосе, про то, что, короче, в космосе всякое горит. Мы сейчас посмотрим, что. Вечером, 11-го, говорит, июня, планово сошел с орбиты и сгорел в этом сфере грузовой корабль Cygnus или Cygnus или Cugnis или... Ну, в общем, Cygnus OA-7 Джон Гленн под кодовым названием Джон Гленн. Угу. После, говорит, отстыковки от МКС он провел неделю в свободном полете, запустил 4 куб САТО и устроил пожар на борту. Точнее, это был эксперимент Sapphire, не путать, Sapphire Radeon, Sapphire 3, Spacecraft Fire Experiment. Эксперимент огонь на корабле. Третий, по счету, эксперимент был последним в серии и является отличным поводом поговорить об опытах с пламенем в невесомости. Казалось бы, да? Кажется, что в космосе нихрена там ничего не горит. В невесомости ничего не горит. Как вот можно сишку себе поджечь в невесомости? А тем не менее, сейчас посмотрим. То есть можно? Можно! Пожарный срок. Пожарный срок же нужен для того, чтобы горение происходило. А там нету его, наверное. Главная задача серии экспериментов Sapphire, точнее, если правильно говорить, Sapphire, сбор данных для создания компьютерных моделей распространения пламени по материалам, используемым на космических кораблях, соответственно, естественно, позволит серьезно уменьшить опасность пожаров на кораблях будущего. То есть, когда мы уже по саентологии полетим куда-нибудь, то там не сгорим. Там, если сишку кинешь, ничего не вспыхнет. Особенно Том Круз. Он? На МКС горит. У него, когда пукан подгорит, он не сгорит. На МКС по соображениям безопасности нельзя проводить большие эксперименты с горением, поэтому Sapphire зажигали, так скажем, в заполненном мусором грузовом корабле, который и так должен был скоро прекратить свое существование. Но это естественно. Ну и теперь Plugin Baby в башке залип. Plugin Baby Crucify my energy Так вот, в 2016 году в июне во время первого эксперимента серии Sapphire One подожгли отрез ткани из смеси хлопка и стеклопластика размером 0,4 на 1 метр. То есть, прям кусок труханов подожгли. Сколько 0,4 на 1? Толстяк какой-то был. Ну, Кризакойра. Так. Чтобы было понятно... Стеклопластик-то ему зачем? Что-то не промокал? Чтобы было понятно, насколько это много. Предыдущий рекорд составлял 10 сантиметров всего. Если вы понимаете. А что, это уже мои труханы. Это еще в растянутом состоянии. конечно. Это когда у меня именно одна рука под столом. Для того, чтобы посмотреть на поведение огня в различных условиях, вентиляторы в процессе эксперимента меняли направление движения воздуха. Ну, по-разному. То есть, вентиляторы все-таки разгоняли какой-то воздух. Хотя, точнее, отсутствие воздуха. Точнее, отсутствие, да. На лезть есть... Видосик. Да. Видосик. Можете посмотреть, заценить там классно. Как говорится, люди же любят смотреть на то, как что-то горит. Вот посмотрите. А тут в космосе. Охренеть. Да. Можно вечно смотреть на огонь, воду и то, как ты не умеешь верстать. Вот здесь, как в космосе, огонь еще более вечно можно смотреть. Да. А в ноябре уже 2016-го был второй экспириен «Софар 2». Сожгли 9 небольших карточек из различных материалов. То есть, они разные сгорали по прикольчику. Есть также видосик. Видосик. Ну и, наконец, в третьем эксперименте, прошедшем в начале июня, сожгли такое же полотно ткани, что и в первом. То есть, Трухан Игорь Сокоро, но при другой скорости воздушного потока. Видишь, они разгоняют. После первого эксперимента данные были введены в компьютерную модель, и дальше началось уже моделирование компуктерное. Получены определенные результаты, и в третьем эксперименте проверялась предсказательность, предсказательная способность этой модели. Если скорость горения такого же материала при другой интенсивности обдува совпала с предсказанным компьютером, значит, модель построили правильно. Здесь есть твит насовский, NASA Glenn Research, в котором есть некий видосичек, которым, по-моему... Интересно, хотя я звук уже выключил, запись, поэтому просто ты говори, а здесь будет видосик. Хоть говори, хоть насиви. Да, 26 секунд. Чё-то горит, воздушный поток, труханы. Короче, несмотря на серьезные ограничения безопасности, на МКС хватает того, что можно зажечь с одобрения ЦУПа. ЦУПа-то кто? Центральное управление полетами, наверное? Конечно. Для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, на станцию еще в 2002 году привезли специальную перчаточную камеру MSG. Micro Gravity Science Glove Box. И они там всякое тестят. Опять же, поджигают. Вот, например, есть такая бас, не который drum and bass. Бас the burning and suppression of solids, то есть, горение и тушение твердых тел, занимается вопросами горения различных материалов. Следуются плоские образцы. Как горит пукан твоей мамки, я не даже изучаю. Да, вот. Здесь вы можете, кстати, видеть фотографии, между прочим, таких штук, как будто это какие-то горелки, как будто это газ поджигают. Есть некий spice, если вы понимаете, о чём я. Smoke point in co-flow experiment. Вот, здесь тоже есть несколько фотографий, можете изучить. Здесь есть также фотография оборудования, которое специально требуется для эксперимента флекс. Вот. Flame extinguishment. Experiment. Да. Эксперимент тушения огня. То есть, как уже сначала поджигали, теперь тушили. Вот. Ну, короче, можете заценить, здесь очень много интересных материалов по горению в космосе. Мы сейчас конкретно не будем останавливаться точно на этом. Вот. Поэтому я, собственно, и хотел отложить эту тему, потому что она замечательная. Остановитесь на ней попоробнее сами. Следующая тема музея будущего в Рио. Угу. Это, по-моему, на медиуме. Вафа Абзи. Так, старый знакомый. А, нет, на телеграфе, на телеграфе. О, все, нет. Короче, здесь про то, просто я скажу тремя словами. Давай. Короче, вот супермузей офигенный, красивый, построенный Сантьяго Калатравой. Возможно, Вафа Абзи надеялся, что мы будем растекаться. Короче, музей будущего был очень гениально в Рио-де-Жанейро построен так. Собственно, он был связан с подготовкой к летним Олимпийским играм в Бразилии тем самым. Вот. Специально гении, чуваки в Бразилии построили, не засали, это важно, вот этот вот музей будущего, не засали, построили. А в чем вообще возможность засать? В том, что был он построен в неблагополучном районе Бразилии, Рио-де-Жанейро. То есть, представь себе, что это было построено там, где реально могут быть бандиты и всякое такое, и чуваки супер бедные, и супер бухающие. Я не знаю, в Бразилии бухают или нет, или там наркотики. Я думаю, там... Или там только карнавалы и жопами. Да, да. Одно из одного. Короче говоря... Я вот недавно узнал, мне друг рассказывал, что бразильские жопы, на самом деле, это не то, чтобы феномен, просто там впервые начали пластику делать жопы. Да, там очень много пластики, и конкретно у них считается не зашкваром, так сказать, ходить с надутыми булками на заднице. И как бы лучше ходить с такими, чем ходить с обычными. С обрюзкшими. Да, у них считается это как бы нормой. Вот. Вот, и поэтому в неблагополучном районе, где еще не поставили импланты себе в задницу, там реально забахали такую штуку. Она очень красиво выглядит, это реально такое достопримечательность архитектурная. Можно на нее посмотреть, если поедем в Рио-де-Жанейро. Сфоткаться не только вот с тем самым знаменитым раскинувшимся Иисусом. Да, 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 руками Иисусом. Это Иисус точно. Чтобы... Вот. Но еще и вот с этим музеем... Слушай, я сейчас прям, опять же, Рио-де-Жанейро памятник. Там наверняка много памятников, но по запросу Рио-де-Жанейро памятник Стасу... Стасу Михайлову первый. Статуя Кристалли Искупителя, это второй. Музей будущего, он очень неплох, он достаточно крут, он действительно находится в неблагополучном районе, и, кстати говоря, после того, как построили там этот музей будущего, а как вы понимаете, в музее будущего там на самом деле именно современное, так скажем, искусство, скорее даже это именно типа такие какие-то технологические инсталляции и перформансы происходят в нем. Вот, то есть это не то, что там смотреть на картины Леонардо да Винчи, нет, конечно же, это именно хай-тек всякий посмотреть, и, ну, что-то там повникать, реально инсталляции, вы можете даже на фотографиях давить, зона мы, например, и так далее. Так вот, этот музей послужил развитию вот этого неблагополучного района, и даже люди, которые жили рядом, были привлечены в работу с музеем в основном, заработали на этом бабосиков, все еще работают рядом с музеем, продают какие-то там, может быть, туристские прикольчики, приколюшечки, фичи, вот, можно у них это купить, и, короче говоря, тем самым, при помощи вот постройки данного музея, музея будущего, в Рио-де-Жанейро один из районов поднялся с колен, и я считаю, это гордость. Ну, слушай, его все равно, вот, вы говорите, ты, конечно, называют неблагополучным, а в чем он тогда поднялся? Или он становится чуть-чуть благополучным? Чуть-чуть, да, теперь это, скорее, район будущего в честь музея. Поэтому, если вы будете каким-то хреном в Бразилии, то вы наверняка туда сходите по прикольчику. Например, сделайте себе пластику жоп, потому что там это не зашквартно, нормально. Да, да, будьте жопастеньки. Следующая новость в научпопе, последняя в научпопе. Это в НП. В НП. Называется от социопата. Он предлагает очень классную новость. Я люблю такие новости. Новость вспышка в, по-моему, это, если я не ошибаюсь, в Китае. В Китае, да. Скоро есть в проекте построить охрененные, просто охренетительные, скайскреперы, они же небоскребы, которые, так скажем, поглощают смог, вот, очень распространенный в Китае, потому что там действительно есть, существует проблема, и в том числе из-за перенаселения, в том числе из-за огромного количества фабрик и производства. есть проблема загрязнения окружающей среды, в том числе из-за смога, который стоит там просто досвидос какой. Есть вот некие, планируется построить такой форест-сити условный, такой некий город, город-лес, который будет поглощать вот этот смог при помощи вот этих вот небоскребов, на которых есть прям растущие офигеть можно деревья. Ты видишь эту фотографию? Это не фотография, это скорее именно CGI-хрени, вот, просто с помощью графики сделанной. Нет, стопудово это CGI, я просто пытаюсь, ну ладно. Модельки? Ну, как они вот, почему именно такой вид будет больше защищать? А хрен его знает. Почему он будет больше защищать, чем просто леса? Потому что выше он будет, что ли? Нет, понимаешь, дополнительно там еще можно что-то делать будет внутри зданий. Это просто будет используемое здание. Это фактически город, просто с лесами. Да, конечно, то есть фактически ты как будто и не вырубил ничего, но ты еще и лесыч. Ну, блин. Короче, все классно, у тебя там в общем там будут друиды жить. Вот с чем они биткоины-то все майнили. Конечно. Чтобы сделать леса-города. Леса-города. Внутри этого всего и будут фермы. Именно они выделяют смог. Нам-то замалчивают, говорят, машины, заводы у них там углем топят все еще. Да кого-то майнят они просто и все. Или заводы со спиннерами, возможно. Это да. Там точно, там бомбят пуканы у тех, кто их делает, потому что слишком крутые товары приходится экспортировать. Короче, переходим к последнему разделу тем слушателей. И здесь, кстати, три темки, такие шутки-вспышки. Давай. Первую. Почему три? Две. Я первую дропнул, которая моя. А, окей. Тогда сразу моя темочка. Просто потому, что она была не вспышка. Там было тупо три темы, я ее перенес на следующую неделю, потому что да. Хорошо. Холявко прокомментировал. Парни, привет. Спасибо за подкасты. В предыдущем подкасте спрашивали, с какого выпуска смотрим? Я примерно, говорит, с 60+. А так, пересмотрел где-то до 20-го, наверное, выпуска. У меня темки особо нет. Хотелось бы попросить, полезно ли вам. Хотелось бы просить, полезно ли вам, когда ваши подписчики смотрят рекламу в ролике на YouTube. Просить тоже хочется. Нам тоже иногда хочется просить. И в вебдизайн.ру слышит донейт. Признаюсь, у него, говорит, недавно, раньше несколько от блоков было, которые всю рекламу блочили наглухо. Сейчас решил отключить и смотрю ваши ролики. Иногда даже просматриваю рекламу, кликаю с надеждой, что в карман что-то капнет. Или какнет. Так вот, хотелось бы узнать, есть ли профит для вас. Возможно ли, есть некоторые люди, которые услышат это и отключат рекламу на YouTube для поддержания. Или же это все говно, дерьмо и насрать. А самый верняковый вариант, просто задонатить и все, что скажете. Я сразу скажу, что, во-первых, оба варианта мне нравятся. Да, самый верняковый вариант это не включать от блок и еще и задонатить. Но я скажу, что именно вот с этой вот рекламы, короче, с YouTube партнерки, как я понимаю, уже давно ничего, никто на Мерседесах не ездит. Да, да, то есть жить на это точно нельзя. Приятный бонус, а задонатить, ну да, наверное, более верняковый вариант. Просто я сейчас вот это читаю и мне аж самому грустно стало. Зачем мы тогда столько рекламы лепим, если мы с нее даже и не живем? Можно избавить наших подписчиков от этого бремени? Ну да. Но делать мы этого, конечно, не будем. Поэтому лучше и то, и другое. Спасибо. Да. Халявку. Но на халявку не пройдет, я сразу скажу. И последняя тема господинские, мы дожили до этого. Максимус прокомментировал, говорит, на Высере, на Вайсере вышла колоночка про Яндекс.Дзен. Что, говорит, скажете, может и вам нужно там размещаться, раз там трафик. Яндекс.Дзен мы рассматривали с тобой 100 тысяч миллионов лет назад, по-моему. Да. Но сейчас Яндекс еще решили, видимо, пропиариться на Вайсере и просто запостили про то, что у них вот есть вот такой вот сервис, про который никто ничего не знает и не пользуется, Яндекс.Дзен. У меня на работе оба моих коллеги, которые более или менее хотя бы молодые, они пользуются. Кстати говоря, здесь по данным Яндекс.Метрики Яндекс.Дзен чуть ли не более, чем ВКонтакте, популярен. Суперос. Просто в Яндекс.Браузере он на стартове там по умолчанию снизу есть, если ты чуть-чуть скролишь. И возможно, даже если никто не скролит, а просто на них внизу там что-то рендерится, это уже считается, что он популярен. Ну вот Суперрос 2016, охренеть какой был, я не знаю, это, а, переходы на сайты, переходы на сайты Яндекс.Дзена. А, то есть это все-таки клики, ну круто, интересно. В общем, Яндекс.Дзен Суперроссет. Я вам скажу, что это за сервис, это сервис с новостями, это агрегатор новостей, вот. Он подбирает вам, да, я так понимаю? Да, тут как-то, он подбирает вам и, короче, тут есть цел, тут вообще вся статья о том, а вообще надо ли продвигаться? Да, статья о том, нам же посоветовал Максимус, что может быть и нам там размещаться. Окей, окей. Для этого надо всякое сделать. Я даже не знаю, что здесь еще сказать. Здесь, кстати, есть три главных минуса, которые похоронят Яндекс.Дзен. Видимо, это не сами Яндекс.Дзен писали. Во-первых, дизайн и верстка. Угу. Для пользователя выглядит еще более или менее прилично, хоть и не совсем удобно. Ну, в общем, надо отдельную RSS-ленту под это дело забабахать или уже существующую адаптировать к требованиям, которые размещены здесь по ссылке. Второй минус, баги в сервисе. Третий, самый главный, совершенно неразвитая поддержка потенциальных авторов проекта СМИ и блогов. В общем, есть ли смысл? Я думаю, есть, просто там написано, что тексты от 800 символов примерно котируются. Такое еще надо написать, хотя символов, символов это мало, вот если слов... Наверное, к подкастам у тебя заметка где-то 800 символов-то и будет. Сто пудово. Это-то да. Я просто пытаюсь понять, а символов или слов. Ну, попробуй вот этот, вот попробуй вот этот подкаст вывалить на Яндекс.Дзен. Ты, конечно, забудешь про это. Не забуду. Нет. Ну, тогда у нас получается на месяц задержится подкаст, правильно я понимаю? Я думаю на 3 месяца. Да. Как раз из отпуска выйду в октябре и, возможно, 132 выпуск увидит свет. Да нет, делаешь не в этом. Да нет, это опять же, отвечая на Максимуса вопрос, может вам там размещаться, можно вообще все делать? Можно наконец-то уже работать над этим проектом и жить. Можно майнингу эту поставить. Можно майнинг-заляшку. Да, можно майнинг-заляшку, но, тем не менее. Короче, вот Яндекс.Дзен, господа, обратите внимание, кстати говоря, если у нас есть профикусы. Лайк, если пользуешься. Да, если у нас есть профикусы по размещению в Яндекс.Дзене, вот знаешь, какой-нибудь нейрон инсомниус, то есть мне нужен пруф, пацан такой крутой, скажет, блин, что, так Яндекс.Дзен, пссс, это такая тема реальная, скажет он. Вы что, еще не там? Вы что, еще не на Яндекс.Дзене? Я думаю, а что вы такие лохи-то, а не на Яндекс.Дзене? Вот, и тогда мы, возможно, задумаемся. Вот. Хотя, здесь есть, между прочим, валидаторов. Давай, мы сейчас с тобой на удачу. Проверим. Валидатором. Ты хочешь провалидировать? HTTPS, собака. Ой, какая собака? Просто slashic, youbdesign.org slash feed. Это наша лента. Ты нафидил, что ли? Конечно. This is a valid RSS feed. Ура, у нас валидная лента. Охренеть. Описание тегов, да, 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 да. А есть ли именно Дзен-валидатор? Чтобы мне просто сказали, да, тебя пропустят в Дзен, или нет, тебя не пропустят в Дзен. Если, так. Слушай, мне нравится. Кажется, уже подойдет. Все, ты уже Яндекс.Дзен, что ли? Тебя поглотило? Мне кажется, да. Просто, а куда его нужно? Ну, ладно, я оставлю эту вкладку открытой, как создать, достаточно авторизоваться, и оказывается, мы не... На. А. Короче говоря, обойка, господинские. Обойка у нас сегодня такая, прям вот, интересно. Давай ты в этот раз скажешь, что тут. Потому что в прошлый раз я там что-то вякал. А знаешь, где наш подкаст? Ну-ка. Прямо по центру, в лесу. Это маленький такой костерок, который горит. Там, где тушенку жарят? Да, да. Слева по дороге проносится лофт-блок на своем гироскутере. На горящем буконе, по-моему. На гироскутере, да, на своем горящем. А мы вот там уютненько в лесочке сидим, под гитарку наш подкаст рассказываем. И нормально нам в жизни. Рядом с нами наши подписчики, подписчицы жарят маршмеллоу на костре. Друг друга, я думал. Это само собой. Но у нас только подписчики, я думаю, жарят друг друга, правильно? Ну да, да. Че ж я. А Неронанс Уамнёс где здесь? Он прямо рядом с тобой сидит. Тоже жарит? Он хлебушек жарит на палочке. На твоей. Ладно, окей, господа. Да, мы как-то надо сказать, чтобы вы на нас подписывались везде. Особо хочется отметить Телеграм-канал, подписывайтесь на него, там вообще классно. Если бы я сам знал, что где-то есть такой канал, я бы только на него и подписался. Отовсюду, от остальных мест вышел. На Ютьюбе ставьте нам лайки, пишите комментарии. В Айтюнсе нам пишите отзывы, ставьте звездочки. В Инстаграме, в Твиттере, в ВК, в Фейсбуке, в Гугл Плюсе подписывайтесь, пишите тоже нам там, лайкайте, репостите. А мы уже увидимся, я думаю, через неделю. Удачного всем дня. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok